Всем добрый день, приветствую вас на третьем серийном вебинаре, который мы проводим вместе с Морским инженерным бюро Геннадьевичем Егоровым и поддерживает нас международная выставка НЕВА, которая будет проходить в Петербурге в 2021 году. Мы уже говорили про Дальневосточный бассейн, говорили про Каспийский регион и сегодня, наверное, один из самых интересных вебинаров про Черное море. Я, как обычно, по традиции передам слово и бразды правления Генеральному директору Морского инженерного бюро Геннадию Вячеславовичу Егорову. Список всех спикеров, которые будут подключаться к его докладу, все смогут прочитать их должности и фамилии у нас в чате. Предлагаю всем активно пользоваться чатом, говорить по очереди, когда вы не говорите, выключать микрофон. Если кто-то из незаявленных спикеров хочет что-либо задать, какой-либо вопрос участникам, пожалуйста, просьба писать в чат. Мы его читаем и на него обязательно отвечаем. Геннадий Вячеславович, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Надеюсь, у вас все благополучно, в первую очередь со здоровьем. Действительно, у нас сегодня третий уже вебинар новой серии. Безусловно, это очень интересная серия, потому что она касается крайне нестандартных с точки зрения, скажем, и судостроения, первого еще доходства судов и линий, а именно паромных и грузопассажирских линий. И, соответственно, сегодня у нас третий вебинар, посвященный Черному морю. Черное море настолько интересны в этом смысле регионы, в этом смысле интересная, так сказать, точка обсуждения, что, поверьте, вот даже когда я готовился к этому вебинару, выяснилось, что я очень многие вещи просто не знал. Представляете, насколько у нас тут многообразно, если можно заниматься больше 20 лет проблемой, и каждый раз узнавать, причем часто не то, что нюансы, а достаточно большие блоки бизнеса, которые тоже требуют, извините, обелечивания с точки зрения логистики, с точки зрения нового судостроения. Ну а самое главное, конечно, давайте начнем, как принято в морской отрасли, с приветствия старшего на вахте. Александр Иванович, разрешите попросить вас поприветствовать собравшихся коллег. Спасибо большое, Геннадий Вячеславович, за предоставленное слово. Коллеги, я, так сказать, с горечью должен признать, что в двух предыдущих вебинарах меня не было, по причине объективной, что у нас, так сказать, одна задача за другой, но сейчас, все-таки, я, так сказать, благодаря, так сказать, вам, я могу сказать пару слов, в том числе и по предыдущей, так сказать, повестке, которая у нас была. Дело в том, что у нас поровное сообщение, оно по определению является, так сказать, очень важной частью гражданского мореплавления как такового, потому что оно выполняет ассоциально значимую функцию. Вот все вы прекрасно понимаете, что сейчас, посадил Каз Президента, касающийся организации, так сказать, нас проектов, он в первую очередь сориентирован на ассоциальные значимости, и нам постоянно на уровне правительства задают вопрос. То, что вы делаете, какие ассоциальные последствия имеют? То, что вы сделаете такое-то количество, как такое-то, не все времени... Сейчас, я прошу прощения, звонит министр, потом я отключусь. Давайте тогда все-таки, Александр Иванович, подождем. А я все-таки добавлю немножко о том, чем лично мне интересен, даже не то, что вебинары, а эта тема. Дело в том, что мы вместе с многими присутствующими здесь коллегами уже, наверное, почти 20 лет занимаемся проблемами паромных перевозок на Черном море. И ведь получается, что Черное море ярчайший пример вот такой логистики в действии. Наверное, более активной логистики, которую, так сказать, здесь мы видим, мы, может быть, где-то увидим еще на Балтийском море. Потому что, вот если мы рассматривали, когда Дальний Восток, то там была четко видна социальная направленность всех линий. Когда мы рассматривали Гаспийское море, то там мы четко увидели коммерцию, четко увидели коммерцию. Но с точки зрения принципов этой коммерции, мы увидели абсолютно ясные и четкие два решения. То есть, условно говоря, Восток-Запад и Север-Юг. И это и есть паромные линии Каспийского моря. А вот когда мы... Александр Иванович... Да, Александр Иванович. А, я прошу прощения. Вернулся. Да, коллеги, я, Саша, позволение отстреляюсь. Потому что сейчас поступила новая вводная очередная разговор о участии. Мое третье участие было освещено звонком министра. Я хочу привести к чему? О том, что то количество чего-то мы производим, то количество услуг, которые мы производим, то качество, которое мы достигаем, те, так сказать, километры, которые мы реализуем, это все должно иметь на выходе социальный эффект. Это главное. Поэтому то паромное сообщение, про которое мы говорим, оно здесь поступает в область с приоритетом. У нас, соответственно, паромное сообщение, оно жизненно важное, причем для Калининградской области, вот это наше анклавное, и для Дальнего Востока, где по понятной географической причине нам необходима организовать связь между материком, сахаридом и теми многочисленными островами, которые там и есть. Соответственно, мы для Калининграда сейчас строим два парома, соответственно, сдаем следующий, скажем, 21-22 год. Затем, мы по Дальному Востоку разработали проект, передали его Минтрансунинг в ГТЛК, и, соответственно, строим два парома для Валина и Сахалин, которые будут потом переданы в субъекты Сахалина. Затем у нас строится паром Петропавловск-Камчатский, Командорские острова, вот, он сейчас строится на Уксо-Сахалинграде, и предъявлено в 2022 году, также будем передавать его субъекты. Вот, и, так сказать, паром для связи в Владивостоке-Петропавловск-Камчатский-Магадан, вот, также, так сказать, он сейчас строится и будет в 2022 году передан тому межсубъектовому оператору, который будет назначен. Вот, то есть у нас все вот эти паромы, которые я назвал, они в первую очередь носят социальную направленность, ну и затем, конечно, вот та образовая составляющая, которая должна, так сказать, наполнять практическим смыслом, уже, так сказать, с точки зрения исполнения этих тонн километров, о которых я говорил. То, что касается Черного моря, вот здесь, ну, все вы помните историю, так сказать, с предшествующей созданием Крымского моста, ну, вот, у нас было организовано там отдельное мероприятие по созданию многочисленных, так сказать, судов, которые наполнили одну линию Порт-Кавказ. Сейчас по естественным причинам... Извините, пожалуйста. Пошу, Вань. Нет. Так, коллеги, тогда я, сушу, позволения сказать, все-таки вот такими рывками буду продолжать движение. Вот, значит, соответственно, значит, сейчас у нас эти линии, которые, так сказать, работали между Портом Кавказ и Портом Крым, они, так сказать, заканчивали свое существование, практически закончили, но у нас осталась линия железнодорожная, которая существовала исторически, это Кавказ, Варна-Кавказ. Вот, у нас в 2019 году 66-го захода было, так сказать, совершено, перевезено, так сказать, 205 тысяч тонн грузов, вот, поэтому здесь, так сказать, достаточно большие объемы. Вот, в этом, так сказать, году уже за 9 месяцев, тоже 32-го захода совершили, вот, значит, где-то, кстати, еще подбираемся. По понятной причине ковида, так сказать, уровень, так сказать, немного упал бы, но, тем не менее, так сказать, это не продолжается. Вот, также у нас, так сказать, много лет идет взаимодействие с нашими турецкими коллегами, обсуждается возможность организации сельского парома между портами Турции и портом Кавказ. Вот, в настоящий момент реализована, так сказать, пока только одна линия, это из сельского парома Турции в Туапсе. Вот, это, в основном, плодовочная продукция, в Скоропорде, вот, ну, работая, так сказать, достаточно регулярно и успешно. Вот, ну, естественно, на перспективу мы рассматриваем вопрос организации, так сказать, судоходства и, возможно, поровные переправы в порте Феодосии, Республики Крым. Вот, но эта тема, по понятным ощущениям, она сейчас находится в зоне рисков для всех участников этого процесса, поэтому, если это будет организовано, это будет организовано, так сказать, с определенными спецификами. Ну, по крайней мере, так сказать, мы сейчас тут разговор, который вы продолжите, касательно тех судов, прежде всего, которые будут привлекаться для этих линий и тех возможностей, которые там будут реализованы. Вот, они, конечно, здесь, я думаю, Республику Крым необходимо иметь в виду, вот, для того, чтобы в нужный момент ответить на те вопросы, которые будут поставлены. Вот, поэтому, коллеги, короткое слово, с каждой перерыва, я прошу прощения, я сказал, вот, вам желаю творческого процесса, вот, и, с вашего позволения, приступаю к исполнению премудрительных обязанностей. Спасибо. Самое спасибо. А можно вопросик короткий? Да, пожалуйста. Вот, развитие самого порта Кавказ, ну, просто в свое время мы обсуждали не только, скажем, дорожные терминалы, но и строительство автомобильно-пассажирских терминалов уже за, по сути, периметром сегодняшнего порта Кавказ. Вот, насколько это все сейчас реально? Почему? Потому что, например, в 10-м, 11-м, 12-м году мы даже проектировали сюда под, вот, перспективную условие, а насколько сейчас это, вот, возможно? Как вот? Отвечаю, если это реально, отвечаю, это возможно. Так сказать, инвесторов, если сейчас, я вам по понятной причине называть не могу, но на прошлой неделе у нас было совещание, сказать, сейчас идет разговор о расширении и территории морского порта Кавказа, вот, с последующим увеличением границ, расширением площади границ пункта пропускаем, вот, поэтому это тот вопрос, который вы задали, я отвечаю положительно, что да, эта работа продолжается. Александр Иванович, большое спасибо, и с вашего благословления мы продолжим работу. Высокое задание. Спасибо, коллеги, удачи вам, все хорошие, до свидания. Спасибо. Спасибо. Итак, уважаемые коллеги, приступим к, собственно говоря, базовой работе. С чего я хотел начинать именно само выступление свое. В этом году случилось очень интересное событие, которое во многом, во многом подтверждает, усиливает, а главное, вы знаете, разворачивает общество к тому, что в действительности на Черном море регулярные линии морские были, есть, может быть, в какой-то форме и обязательно будут развиваться. Итак, в этом году, по сути, мы снова вернулись к круизным регулярным пассажирским перевозкам. У нас три рейса, новейшее судно построено в этом году. Мустай Карим совершила между Ростовом и Новороссийском. Почему я на это обращаю внимание? В действительности паромные линии подразумевают, подразумевают разные задачи, не только, значит, не только классический просто перевозка грузов в виде, например, вагонов или грузовиков, но и, безусловно, перевозка пассажиров, и причем не только водителей, например, этих грузовиков, но и пассажиров, которые совершают рейсы в туристических целях, в том числе и на своих автомобилях. И, соответственно, мы в действительности должны рассматривать целый блок вопросов, что я и попытаюсь сделать, что это будет и перевозка грузов в разной накатной форме, да, накатной форме, и перевозка пассажиров, в том числе и тех, которые отдыхают. Вот как раз Мустай Карим продемонстрировал, что интерес к таким рейсам, он очень велик. Поверьте мне, я совершенно ответственно это заявляю, потому что на первых два рейса точно билетов не было, и даже очень уважаемые люди не могли пробиться. Это первое. Второе. Я читал отзывы туристов, которые привыкли к морским круизам, и они были в восхищении. Более того, количество этих людей, которые увлекались именно морскими круизными рейсами, которые захотели попасть на Мустай Карим, резко выросло. И некоторые из них смогли купить билеты, некоторые не смогли. Но самое главное, то, что это продемонстрировало тот реальный интерес, который есть к совершению пассажирских рейсов, в том числе и паромно-пассажирских рейсов на Черном море. Итак, сегодняшняя карта РОРО и паромных линий. Вот если мы возьмем все заявленные на сегодня линии, заявленные, обратите внимание, это очень важный момент, заявленные линии, то они дают вот такую сетку. Она достаточно интересная, потому что если вы на нее обратите внимание, основной вариант действующих линий паромных и РОРО все-таки на Черном море – это продольные линии. Вот помните, когда мы обсуждали Каспий, мы говорили, что на Каспии реально работают поперечные линии, а продольные линии работают плохо. Ну, чем длиннее, тем хуже. Собственно говоря, экономика, она в принципе везде одинакова с точки зрения как бы расходов. Чем длиннее линия паромная, тем она дороже. Но вот на Черном море как раз вот эти вот 600-мильные, кстати, обратите внимание, даже расстояния те, которые были на Каспии, они здесь тоже имеют место быть. То есть продольные линии порядка 600 миль, а те, которые поперечные, скажем, в районе 300 миль, 200 с копейками, 300 миль. Ну, не суть, просто очень похоже с Каспией. Но у нас, получается, работают в основном продольные линии. Понятно, что это связано в первую очередь с логистикой и с международными транспортными потоками. Но как раз именно в этом и заключается некий очень интересный смысл. Почему? Потому что когда в свое время, вот Владимир Ильич Тамбран здесь помнит это хорошо, когда мы запускали Кавказ, и, кстати, Сергей Добряков, у нас же тоже на связи, вот я просто напоминаю, Кавказ почему запускался с точки зрения как бы работы на Самсун, на Поти и на Варну? Дистанция, расстояние, вопрос дистанции. Как раз вот, например, турецкие грузы или там среднеазиатские грузы брать через порт Кавказ, это сам Бог велел, потому что короткий, так сказать, переход по морю. И, соответственно, расходы должны быть меньше, меньше потери времени. И вот именно это является неким основанием, который позволяет мне говорить, что паромные линии, ориентированные на порт Кавказ, представляют очень большой экономический интерес. Заметьте, не только социальный, да, а экономический интерес. Потому что мы сейчас говорим все-таки о очень серьезном и большом бизнесе. Очень непростом, но бизнесе. Вот несколько интересных цифр, которые я подчеркнул, так сказать, из публикации моего коллеги Романа Моргенштерна. Вот посмотрите, они тоже очень интересны с точки зрения понимания бизнеса. Сегодня в этом регионе зарегистрировано порядка тринадцати паромных сервисов. Но реально работают порядка восьми. Порядка восьми. Для сравнения, на Балтике их порядка пятидесяти. Ну, чтобы было представить себе. При этом сервисы эти очень разные. Понятно, что это железнодорожные паромные сервисы. Понятно, что это автомобильно-пассажерские сервисы. Понятно, что это сервисы РО-РО. Просто РО-РО. То есть, по сути, это накатные грузы, ну и частично палеты. Так вот, при этом железнодорожно-паромных линий на Черном море больше, чем на Балтике. То есть, пять против четырех. Пять против четырех. Опять же, что интересно, круизные паромные линии. Вот на Балтике они широко распространены. Порядка тридцати сервисов круизно-пассажирских на Балтике действуют. На Черном море, извините, ноль. Именно поэтому я начал выступление с Мустая Карима, чтобы показать, что такой бизнес, он не просто интересен, он реально интересен. Просто в действительности мы не даем возможности нашим заинтересантам, нашим клиентам реализовать свои интересы. У нас просто не на чем. У нас нет этих линий. А бизнес есть, бизнес есть. Дальше. Вот я, кстати, тоже тут использую материалы Александра Булыгина. Я, кстати, пытался коллегу привлечь, но он оказался очень далеко, аж в Канаде. Но не суть. Вот посмотрите то, что сегодня действует с точки зрения линии и флота. Линии и флота. Вроде бы достаточно много. То есть, 29 тысяч линейных метров. Хотя, конечно, если мы сравним с Балтикой, то мы намного больше проигрываем. То есть, там бизнес гораздо более развит, и он более разнообразен. При этом обратите внимание на следующий момент. Итак, железнодорожные паромы, в том числе и автомобильные железнодорожно-пассажирские паромы. Итак, автомобильно-пассажирские паромы, или РОПАКС классического типа. А также РОРО. А также РОРО. И вот как раз на Черном море очень много РОРО-перевозок. И, собственно говоря, я не могу сказать, что для меня это было открытием, но когда я готовился к вот этому вебинару, учитывая, что раньше я все-таки не РОРО в чистом виде занимался, а в основном железнодорожными паромами или пассажирскими судами, то вот этот момент для меня был очень интересен. Потому что на Черном море РОРО-линии активно работают и сейчас. РОРО-линии. РОРО-линии. Не РОПАКС и не железнодорожные линии, а именно РОРО. Вот опять же интересный момент такой. Сейчас я вам просто покажу фотографию интересную. Вот смотрите, это фотка с порта Самсун. Вот посмотрите, одновременно находится РОРО-шек, одновременно находится РОРО-шка в Самсуне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять РОРО-шек. Десять РОРО-шек. Они грузятся в основном, так сказать, естественно, овощами и фруктами. В основном овощами и фруктами. Это могут быть и грузовики рефрижераторные. Это в основном могут быть палеты. Это могут быть палеты, да. И они приспокойно отправляются в Россию и в Украину с этим грузом. Это очень большой бизнес. Очень серьезный большой бизнес. Плюс не менее интересная тема – это перевозка новых легковых автомобилей. Это тоже РОРО-груза. Это тоже РОРО-груза. Вот я, собственно говоря, хотел подчеркнуть, что этот момент для меня не то, чтобы был открытием, нет. Он просто показал, что есть еще один сегмент, который традиционно наши судовладельцы не видят. Потому что в основном это, или вернее не то, что в основном, а на 100% это суда вообще-то турецких судовладельцев. И это сервисы и паромные линии турецких судовладельцев. Возвращаемся к некой, так сказать, конве в целом. Черное море – это, безусловно, преграда на пути железнодорожных маршрутов и автомобильных маршрутов. То есть, дороги прерываются. И, соответственно, как любой, так сказать, барьер, он должен быть преодолен. Это могут быть, ну, если это не очень протяженное расстояние, это может быть мост. Но если это далеко, то это, конечно, в том или иной виде, или в той или иной форме будет морское, ну, или, скажем, река-море, судно, которое будет перевозить вагоны, грузовики, легковые автомобили и пассажиров. Вот, собственно говоря, некие вещи, которые мы должны понимать. Более того, вот здесь четко видно взаимосвязь перевозок по Черному морю с перевозками по Каспийскому морю. Почему? Потому что такие вещи, как, например, транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ, он, собственно говоря, напрямую работает через Черное море. Он взаимосвязан с перевозками на Черное море, потому что иначе он просто бы обрывался бы. А он не обрывается. Бизнес-то есть, и объемы груза разные. Иногда очень большие, иногда не очень большие. С большими перепадами, потому что вы должны четко понимать, что именно паромные перевозки являются ярчайшим отражением экономики и политики. Ярчайшим отражением. И поверьте мне, что там нюансов настолько много, что, ну, например, центрально-азиатские, ну, или там среднеазиатские, как мы привыкли раньше называть страны, они сейчас в основном переориентировались на закупки товаров, в том числе товаров народного потребления, не с Европы, а с Китая. Соответственно, грузопоток, который шел, например, через Поти и Батуми на среднеазиатские страны с Европы, он уменьшился, хотя он, скажем, с 2006 по 2012 год очень существенно рос, а потом уменьшился в 2012 году, заметьте, не в 2014. Это я принципиально обращаю на это внимание, что это другой фактор. Почему? Потому что грузы пошли с другой стороны, с Китая. Потому что эти же товары активнее стали закупаться с другой стороны. Они приходят в среднеазиатские страны, так сказать, уже железкой или грузовиками из Китая. Опять же, опять же, тоже интересный момент, но не все так хорошо получается, потому что если мы рассматриваем, например, груз, который перемещается из Шанхая, из Шанхая, то не факт, что чисто сухопутным путем будет дешевле и быстрее попасть, например, в Афганистан, чем, например, наоборот уже морским путем переместиться в Батуми или Поти, и оттуда уже, так сказать, по железной дороге до Баку, и оттуда паромной переправой, и дальше уже, так сказать, по, например, Туркменистану или Казахстану и Узбекистану в Афганистан. То есть есть очень разные составляющие, и именно они позволяют говорить о том, что нет однозначной оценки хорошо-плохо, грузопоток однозначно очень большой. Просто он действительно, так сказать, зависит от очень многих факторов. И его надо просто уметь вытаскивать, да, то есть согласовывать, а это же, как бы, получается, перевозка-то логистически сложная, да, участвуют многие участники. Нужно научиться уменьшать собственные аппетиты, и тогда, если, так сказать, каждый будет брать разумные деньги за свое, так сказать, участие, свою долю в транспортных услугах, то такие маршруты начинают работать. То же самое касается, конечно, автомобильных дорог. Итак, безусловно, когда в то время мы активно проектировали суда для Черного моря, частично мы это видели. Соответственно, были созданы концепты не только железнодорожных паромов, как все привыкли от нас видеть, но и автомобильно-пассажирских паромов, в том числе круизных автомобильно-пассажирских паромов. То есть это идея о паромном кольце Черного моря, которую неоднократно высказывали мои коллеги, так сказать. Например, Хаким Мачанов, я не знаю, Хаким Агауна сегодня на связи или нет, но он бы подтвердил, как мы обсуждали в 2009-2010 году, паромное кольцо. Эта идея была поддержана Минтрансом. Эта идея была поддержана Минтрансом. Эта идея попыталась, Украферия попыталась даже реализовать, между прочим. Другое дело, что не так просто это получилось. Но под эту идею создавались и новые концепты. Вот пример такого концепта автомобильно-пассажирского парома, который закольцевал бы базовые порты Черного моря. А вообще вся вот лично наша история началась с парома Анинков, который, собственно говоря, запустил, возобновил линию железнодорожную с Кавказа. Собственно говоря, до этого, до вмешательства Александра Васильевича Анинкова порт Кавказ был в достаточно печальном виде. И, так сказать, дорожная переправа там умерла в конце 90-х годов. Причем умерла конкретно. И вот благодаря усилиям Александра Васильевича Анинкова и компании Аншип, эта, так сказать, переправа ожила. Причем в данном случае рассматривать исключительно как Крым-Кавказ эту переправу бессмысленно, потому что в действительности Кавказ, порт Кавказ рассматривался как хаб, который должен был создать условия для поперечных перевозок грузов, поперечных перевозок железнодорожных вагонов, автомобильных, автомобилей, в первую очередь, грузовых. И, соответственно, вот эти вот поперечные перевозки, они были короче, чем продольные. И, соответственно, это должно было дать и давало на, так сказать, длительный период очень серьезный экономический эффект. Очень серьезный экономический эффект. Ну, если интересно, я просто могу напомнить дистанции, да, что, например, из Порта Кавказ до Поти 315 миль, до Самсуна 253 мили, до Варны 380 миль. Именно в этом фишка, что не 600 миль, а почти в два раза меньше. И это очень большой и важный фактор был. История. Ну, вообще-то, первая переправа была построена в 1954 году, запущена. Опять же, это был Крым-Кавказ. И тогда на эту переправу, с дорожную, поставили пять речных паромов, которые брали по 18 вагонам. Благодаря работе Александра Васильевича Аненко, 18 сентября 2004 года эта переправа заново начала работать. По сути, обрела вторую жизнь. Значит, по турецким позициям, первая железнодорожная переправа была запущена в 1958 году. В 1978 году была открыта переправа между Ильичевском и Варной. В 1999-м там добавились направления на Поти и на Деринже. Ну, сейчас уже есть еще отдельная тема, что добавились еще другие терминалы турецкие. Но суть в том, что как бы начиналось это в это время. Первый рейс между Кавказом и Поти был осуществлен в марте 2005 года. Регулярная линия в мае 2007 года. Кавказ-Варна, первый рейс, ноябрь 2008 года. Кавказ-Самсун. Это действующая переправа. И есть соответствующее соглашение между Россией и Турцией. И работали паромы. Три парома работало. В 2012 году. И, собственно говоря, в 2010-2012 году все вот эти вот действия, связанные с терминалами в Кавказе, они обрели новый некий философский смысл под названием кольцевого паромного сообщения, которое бы объединил и Варну, и Ильичевский, Поти и Самсон. Вот. И, собственно говоря, эта идея, она, ну, в принципе, вот я могу даже процитировать то, что озвучивалось у нас тогда в официальных документах, что предполагается, что в пределы Черноморского кольца будет ходить 12 паромов, и что объем грузов, которые они будут перевозить, скажем, к 2015 году, должен был составлять порядка 5 миллионов тонн. То есть бизнес ожидался вполне приличный и, как бы, с нашей точки зрения, вполне оправданный. Итак, вот актуальная фотография порта Кавказ. Можете посмотреть, четко видно, где наши терминалы, да, железнодорожные. Вот видите, там два моста железнодорожных. И, соответственно, там два парома. Один, это оба парома нашего проекта. Значит, тот, который ниже, это CNF-03, CNF-03 типа СМАК, а тот, который чуть выше, это 002, CNF-01, это Анненков. Соответственно, 50 вагонные, 25 вагонные, два железнодорожных парома, они находились в августе 2020 года у причала Порта Кавказ. При этом, как бы, один из них, как бы, то есть, как бы, в принципе, линии на Варна, она работает. Линии на Варна, она работает. Соответственно, так сказать, грузы до сих пор есть. Как вот Александр Иванович сказал, объемы, в принципе, вполне приличные. Ну, не буду говорить, зачем нам вообще нужны паромные линии. И паромные переправы. Почему? Потому что, ну, это достаточно общеизвестно, что очень много есть грузов паромно-ориентированных. Это грузы дорогие, это грузы срочные, это грузы мелкопартионные, это грузы, которые в действительности надо нам достаточно быстро переместить, не ожидая разного рода оформления документов между границами. И, в принципе, так сказать, все это дает выигрыш в реальных деньгах. Вот то, что мы в свое время сделали, это вот я как раз показываю, что настолько бурно все развивалось, что было построено 8 паромов. Вот с 2002 года до 2014 год было построено 8 паромов на, по сути, полностью ориентированных на Порт Кавказ. 8 паромов. Ну, вот, собственно говоря, помните ту фотографию, которую я спутниковую показал, да, Порт Кавказ сверху? Так вот, как раз слева это, собственно говоря, паром типа СМАТ, справа это паром типа Петровска или Анинка. Вот так они выглядят, эти паромы. Внизу, видите, Петровска и Анинка, это самые маленькие паромы. Ну, и, в принципе, мы пришли к идее, правильно пришли, к 50-вагонного парома, потому что это, собственно говоря, состав. Поэтому, так сказать, от полсостава пришли, конечно, так сказать, к составу. В итоге, вверху, вот, вы видите, 0,9-й, это паром 50-вагонный компании Аншип, ЦНФ-03, их было два 50-вагонных, они работали в Бифиай, это компания, дочернее предприятие РЖД. ЦНФ-06, это 45-вагонный паром тоже у Аншипа, у Александра Васильевича Анинкова. И внизу тоже два парома Петровска и Анинкова, это Аншиповские паромы. По 25 вагонов. Всегда железнодорожные паромные линии определяются, в первую очередь, тем железнодорожным береговым мостом, с которым они будут работать. Вот то, о чем я все время говорил, и в наших общениях про Дальний Восток, и про Каспий, и про Черное море, буду говорить про Балтийское море, потому что в отличие от РОРО судов, в отличие от автомобильной пассажирской судов, железнодорожный паром не сможет без переделок встать на другую линию. Это очень важный момент, это надо четко понимать. Хотя в действительности, такие переделки многократно осуществлялись, но базовый вопрос, это как раз то ложе, куда он зайдет, и тот мост, с которым он соединится. Вот мост, который у нас в Кавказе, он имеет вот такие вот характеристики, он пятиполосный, вот так он выглядит, вот так он выглядит, вот так он, по крайней мере, один из его вариантов так работал. Конечно, удивительно, но одну из береговых аппарелей спроектировали мы. Это, конечно, странно, я понимаю, что все привыкли слышать о нас только то, что мы проектируем сюда, но вот был такой эпизод, когда мы для Александра Васильевича Аненкова сделали и аппарель береговую, и вот, собственно говоря, перед вами некая схема, как она работала. Итак, вот видите, как это все выглядит сейчас и выглядело, когда это было сделано раньше, два терминала, два моста в порту Кавказ. Другая особенность, которая точно так же базово влияет на характеристики, в первую очередь, на грузоподъемность судов, которые работают в том или ином терминале, являются, безусловно, путевые условия. Вот путевые условия порта Кавказ, они следующие, что ширина судна не больше 22 метров, длина не более 150 метров, ну и осадка ограничена. Соответственно, это достаточно нестандартные параметры. То есть, скажем, вот этот момент, вот этот момент в свое время очень здорово помешал Лужкову, когда он хотел до Александра Васильевича Аненкова с помощью одного из паромов типа Сахалин возобновить паромную переправу. И такой паром типа Сахалин назван в честь Долгорукого, был переведен с Дальнего Востока на Черное море, но работать в силу своей большой осадки просто там не смог и был списан. Я понимаю, что это звучит сейчас немножко анекдотично, но такая история была. Такая история была, и это говорит о том, что все-таки инженерные знания полезны. Необходимо всегда анализировать реальность. Так вот реальность, это, безусловно, еще и путевые условия, и они в Портовый Кавказ очень-очень уникальны. Очень уникальны. Например, новые паромы, они достаточно широкие, с малой осадкой. Чем-то похоже на сударик о море. Плавание, и, соответственно, требуется соответствующее моделирование. Вот вам пример, как мы проектировали паром новый для Кавказа. Вот так он должен был выглядеть. Вот так он должен был выглядеть. Ну и, я так понимаю, очертания его вы узнаете в том пароме, который был в итоге сделан для работы на линии Баку-Казахстан, Баку-Туркменистан. Это как раз та же концепция. Понятно, что немного другие размеры, но философия осталась та же. Итак, вот эти вот восемь паромов, они, собственно говоря, запустили все переправы, которые привязаны были к порту Кавказ. Вот пример, как грузили электровозы на СМАТ, которые потом были перевезены в порт Поти. В порт Поти. И здесь, кстати, присутствует мой друг, который в то время Джамали Баттони, правильно я говорю, руководил в тот момент как раз портом Поти. В итоге вот эти паромы, то есть это 45-вагонные джамали Баттони. Да, я вас слушаю. хотел сказать, что как раз вот вот эти, по-моему, электровозы вы и принимали тогда. Да, было много разных грузов, ну, конечно, в том числе и электровозы. Мы вводили паромную переправу в Поти, это было в апреле 99-го года. До этого мы принимали паромы, но выгружали вагоны уже непосредственно на паромах. А потом уже, как только ввели эксплуатацию наш паромный комплекс, то уже начали уже выкатывать вагоны и соответственно нормально работать. Финансировал нас тогда Евросоюз. И это был проект, рассчитанный на, значит, чтобы соединить тогдашний Вечов сегодняшний Черноморский Поти паромную переправой и осуществлял этот проект компания Афина, греческая компания и Эляники. Соответственно, они вводили и строили этот комплекс с участием грузинских еще подрядчиков, а начинали уже оперировать на этой линии, ну и начинал в Украине. И они продолжают по сей день работать. Сегодня Поти имеют регулярную линию, значит, это связывающую Поти с Черноморском и параллельно еще есть и линия, связывающая Поти с Кавказом, Портом-Кавказом. Замалья Батуми, вопрос можно? Конечно. А вот меня всегда интересовало, зачем иметь два терминала близко расположенных? Я имею ввиду в Поти и в Батуми. Вот серьезно. Такой вопрос, когда я руководил Портом, тогда тоже у меня возникал, но тогда было относительно мало грузов. Но сейчас сегодняшняя ситуация. Батуми уже строил за счет своих собственных средств этот терминал. Он построен был уже в 2021 году и сегодня им оперирует ПИ-Ай-Сити. Это дочерняя структура филиппинская ICTCI. Их основная деятельность это контейнерные терминалы, оперированные контейнерными терминалами. Но так как они, значит, РУРОТ-терминал являлся частью этого договора, на основании чего они управляют контейнерными терминалами, то, соответственно, они оперируют и этим контейнерным терминалом. У них на сегодняшний день те же самые, так сказать, что касается линии это Черноморск-Батуми, черный паром. Тут Украфер присутствует. И есть еще у них линия но это уже РУРОП, паром непосредственно автомобильный, который связывает Батуми с Бургасом. К этому я бы хотел бы добавить, что для нас в то время и сейчас она остается для нас конечно важным таким стратегическим проектом, так как после всем известных событий, которые практически перекрыли возможность транзита через территорию Абхазии, нам очень важно было для нас стратегически иметь уже эту линию, чтобы мы смогли поставлять грузы, экспортировать грузы уже и не прерывать наши экономические связи с Украиной и дальше. И это конечно продолжается. И эти паромные линии сейчас для нас продолжают играть очень важную роль. Но параллельно с этим начались развиваться и контейнерные линии. И они тоже успешно уже конкурируют с паромными линиями из портов Черноморской Одессы в направлении Батуми действует такая постоянная уже контейнерная линия, которая оперирует МСС, и из порта Южный на поте ходит контейнерная линия, которым оперирует Майерск. И они все ориентированы на те грузы, которые в основном генерируются в Украине и соседних странах. В основном это экспорт с Украины на Грузию и на Закавказье. Спасибо большое. Действительно, просто с точки зрения логистики получается интересно, что поте расположен более удобнее, чем Батуми. До Батуми еще добраться надо. Если мы рассматриваем, например, грузы, которые идут дальше, они в основном идут дальше, и рассматриваем, например, транзитные грузы, которые идут в сторону Батуми. Но надо учесть, что Батуми сам является и западная часть Грузии тоже непосредственно импортером довольно большого количества грузов, которые идут. То есть, если мы рассматриваем поте, он как больше транзитный, и потом из поте идет в основном на Тбилиси и Армении, Азербайджан, то Батуми является вторым экономическим центром для Грузии, соответственно, какая-то часть грузов остается, в том числе и в Батуми. Поэтому с этой точки зрения есть объяснение того, что в Батуми он тоже имеет смысл идти на Батуми. То есть, и плюс еще много экспорта, особенно сезонного, уходит из Батуми. Особенно на Одессу и Черноморск. Еще хочу добавить, что раньше это был минус в Батуми, в том плане, что не было полноценной дороги и надо было ездить через перевалы, чтобы добраться до пункта Сантрейдия, где соединяются дороги из Поти и Батуми. Сегодня построена хорошая дорога, уже нет перевалов. Это трасса, которая соединяет уже Батуми непосредственно Сантрейдия. То есть, и здесь уже у Батуми появляется определенное конкурентное в том числе проименчество. Я не слышал вас. Я прошу прощения. Большое спасибо. Большое спасибо. Хотел сказать, что вообще возникает интересный момент такой. У нас если, например, на Балтийских линиях обычно работает на одной и той же линии 3-4 оператора и, соответственно, создается конкурентная среда, то на Черноморских линиях мы этого не наблюдаем. Это тоже очень интересный факт такой. У нас, в принципе, операторов не очень много. Соответственно, конкуренцию мы практически не видим. Это первое. Второе. У нас очень разная частота отправок. скажем, на Балтийских линиях, правда, они, как правило, более короткие, они вовсе не 600 миль, они все-таки ближе, 200-250 миль меньше. Отправки гораздо чаще, то у нас это максимум два раза в неделю, может быть, раз в неделю. И это, конечно, с точки зрения паромности сильно нарушает идею паромности, потому что раз в неделю все-таки это не совсем та линия, которая линия. И не все грузы хотят столько ждать, потому что все-таки мы говорим о том, что паромность означает чистоту, то есть, что мы быстро доставим дорогой груз, предположим, скажем, просто груз, который надо быстро доставить. А здесь получается, что он будет стоять, и мы снова теряем, так сказать, некое конкурентное преимущество, которое, в принципе, парому должны давать. А я прошу прощения, подключите, пожалуйста, не слышно. Я полностью с вами согласен. в действительности нет конкуренции. Есть Уксферий и вместе с Гулгар, можно считать, что они вместе участвуют, так сказать, опереживают данные паромной линии. То, что касается это непосредственно по Тибатуми и Черноморску. Тут конкуренции нет, тут может быть просто в какой-то степени конкуренция создает именно контейнерные линии. Но это уже не паромные линии, но они практически конкурируют именно с точки зрения перевозок. Где-то контейнерная линия, и контейнер может быть более выгодным, а где-то, конечно, паромная линия. И то же самое можно сказать и про паромную линию, РОРО-линию, которая связывает с Болгарии, Бургасом. Там тоже оперирует единственная компания Евразия РОРО-лайн. Ну вот, собственно говоря, на это хотел обратить внимание, потому что как бы вот почему с моей точки зрения очень важен запуск, повторный запуск Порта Кавказ, потому что нельзя сидеть без конкуренции. Как только конкуренция исчезает, возникает застой. Застой приводит к потере грузопотока, потому что вообще груз находит абсолютно другие схемы доставки. Ну это монополия и соответственно уже высокие цены. Соответственно и уже начинается поиск альтернативных варьев. Я с вами согласен. Спасибо большое. Едем дальше. Я вот как раз показываю те паромы, которые работали и работают на Кавказе. В том числе, кстати, вот обратите внимание, это паром Хакима Мачанова, который работал, например, на линии Кавказ-Самсунг, Кавказ-Поти, Кавказ-Варна. Вот видите, вот фотка в Варнинском заливе. В Варнинском заливе. Тоже вот интересно. То есть в действительности, поверьте мне, запуск Кавказа произошел. Он действительно работал на всех направлениях, которые мы обсуждаем. просто сейчас в силу абсолютно разных причин, разнонаправленных причин, эти перевозки существенно сократились. На Порт-Кавказ работает и болгарские паромы. Коллеги сделали под необычные путевые условия Кавказа, сделали свой паром, назвали его Варна. это тоже модернизированный паром из РУРО судна на 42 вагона. И он тоже работает. Кстати, вот здесь тоже есть фотки, так сказать, которые, посмотрите, где стоит паром Варна. Он как раз стоит в порту Кавказ рядом с Анимковым. рядом с Анимковым. То есть, в действительности, на другой фотке рядом с Петровским. Так что, как бы, удалось запустить и там работала международная линия, потому что работали, как я обратил внимание, и компания Хакима Мачанова. Это не, насколько я помню, тогда российская компания была. И, значит, здесь же работали и болгары. То есть, три конкурентных компании, то есть Аншип, Хаким Мачанов и Болгары. Что означает наличие все-таки некого более-менее приличного подхода с точки зрения бизнеса. То есть, конкуренция здесь все-таки присутствует. Вот тот момент, который я поговорил с Александром Ивановичем. Почему? Потому что все-таки идея была развивать дальше Кавказ как хаб. И хаб паромный. И, соответственно, следующим шагом было РУРО. РУПАКС, РУРО. Вот, если мы посмотрим на эту схему, да, мы вот здесь видим нашу, то, что мы видим классическую тему, то есть, дорожно-паромные переправы. А, чуть дальше предполагалось, и, надеюсь, это будет реализовано, под уже РУРО. и РУРО. РУРО. Более того, в компании Александра Васильевича в то время были запущены такие суда, которые возили грузовики и пассажиры. У нас Сергей Добряков на связи. Сергей, как слышите? Можно? Как слышно? Слышу вас хорошо. Добрый день. Здравствуйте. Я просто хотел вспомнить, наши с вами, помните, сколько историй было по запуску вот и железнодорожных паромов, и вот этих грузопассажирских паромов, которые вы называли. Помните, Ант-1, Ант-2. Ну, честно могу сказать, что вот на тот момент автомобильно пассажирские паромы я не понимал. И Александр Васильевич Анинков провел со мной не один день в объяснении, как они работают. И в чем смысл именно автомобильно пассажирских паромов, не железнодорожных. Железнодорожные уже к тому времени я начинал понимать, что это такое. Вот по грузовикам требовалась отдельная история, и вот Александр Васильевич тогда мне здорово научил. Сергей, может, что-нибудь расскажете интересного из того, как мы запускали, например, те же Петровский и Ант-2 и наши последующие паромы? Коллеги, добрый день. Я просто хочу сейчас отталкиваться от этой фотографии, которая у всех перед глазами, сделать экскурс в историю, в недавнюю историю, то, что Геннадий Вячеславович подсказал. Идея была Александра Васильевича запустить новое направление, это автомобильно-пассажирские паромы. Было приобретено суммарно пять судов, идея в себя включала работа по треугольнику Порт-Кавказ. Была неполная загрузка однозначно, но идея была немножко в другом. Мы из Кавказа уходили фактически недогруженные, также собирали по треугольнику грузы в порту Скадовск. Вся эта история собиралась двумя, вернее, тремя паромами собиралась в порту Зангулдак. Далее идея глобальная была такая, что водители, которые двигались на Ближний Восток, добирались своим ходом до порта Искандерун. В Искандерун стоял большой паром Аполлония. Для перевозки он был более чем в два раза по вместимости, чем озвученные паромы, которые работали на треугольнике на Черном море. Он добирался до порта Саид в Египте. Далее грузовики перебирались своим ходом вдоль Суэцкого канала. И в порту Суэц стоял еще один наш паром довольно-таки большой Анна Марине, которая уже оттуда подхватывала их и доставляла в Саудовскую Аравию порт Джида. То есть идея была глобальная захватить европейскую часть, включая Россию, часть украинского транзита с фактической доставкой автомобильной техники, грузов на Ближний Восток. То есть эта идея довольно-таки на начальном этапе, как любая линия, понятно, она не была полностью загружена и не давала того экономического эффекта, на который она должна была рассчитана далее. Но через какой-то период заполняемость начала расти, мы в принципе в тот момент, когда остановили работу данной линии, это был 13-й год по определенным причинам, она была загружена абсолютно полностью. То есть идея самого Черноморского бассейна, то, о чем говорил Геннадий Вячеславович, что это в принципе преграда, то есть мы пытались эту преграду как бы навести определенный мост для движения на Ближний Восток, на север Африки, автомобильных живутся. Это один момент. Второй момент, продолжая, вот автомобильные больше перевозки, хотя мы основной акцент у компании Аншип все-таки и сама идея, первый паром был построен железнодорожный и дальше все-таки акценты были сделаны на железнодорожные паромы, я все-таки хочу здесь продолжить эту тематику и продолжение опять же Геннадия Вячеславовича касательно не как правильно даже не знаю выразиться, не использование всего потенциала черноморских линий, которые сейчас действуют не в плане даже железнодорожных, а в плане, вот если посмотреть на Балтийский бассейн, в плане предоставления услуг для пассажиров, которые передвигаются, путешествуют на своих автомобилях. Почему я об этом говорю? Потому что работая на линии, постоянно работая на линии Порт Кавказ-Варна, такие запросы от физических лиц, от юридических лиц для переправки своим ходом на нашем пароме поступают постоянно. Данная возможность Порту Кавказ, она отсутствует в связи с тем, что пункт пропуска не имеет тех условий на обработку пассажиров. Да, мы такие услуги оказывали разом, но они оказывались юридическим лицам, которые сопровождали автомобили и были оформлены на судно как спецперсонал, которые сопровождали свой автомобиль фактически как водитель грузовика. Но однако запрос на данную услугу, по крайней мере Спорта Кавказ, он существует. Я не скажу, что он какой-то глобальный, но мы все прекрасно понимаем, что глобальным он может стать только после того, когда данная услуга будет реально предоставлена и пройдет какой-то промежуток времени, когда линия, реально линия заработает, основным фактором линии является расписание. Когда оно будет, оно будет понятно всем, даже если оно будет раз в неделю, оно будет выдерживаться. То есть, как бы клиент все равно придет. Но запрос на данную услугу, он существует. Сергей, большое спасибо, большое спасибо. Собственно говоря, я тоже как раз это хотел ну вот дальше вот рассказать. Почему? потому что еще раз говорю, мы смотрели на переправы в Черном море в основном как на переправы груза. И это касалось в первую очередь сначала вагонов, потом туда добавились грузовики, а вот пассажирская часть, она осталась за скобками. И это, наверное, не то чтобы неправильно, может быть, это просто требовало другого взгляда и других технических возможностей. Вот сейчас такие возможности есть. Соответственно, двигаться в нашем понимании нужны в том числе и в этом направлении. Вплоть не просто деловые, например, пассажиры, а и туристические направления, то есть круизные паромы, которых просто на Черном море нет. Вот дальше, что я хотел показать, это то, что, конечно, пассажирские перевозки по порту Кавказ были и многочисленные перевозки, просто сейчас в них полностью отпала всякая, так сказать, необходимость, и это понятно было. Хотя, вот тоже Александр Васильевич создавал целое, так сказать, направление, мощнейшее, вот, и Сергей, я думаю, подтвердит это, что вот, пример, это новый паром, который Александр Васильевич построил как раз в конце 2013 года, это Николай Аксененко, вот, вот так он выглядел, и, собственно говоря, достаточно много работал. Вот здесь вот я как раз хочу отразить тот момент интересный, да, наверное, пиковое состояние паромных линий Черного моря в конце 2013 года. Вот посмотрите, тогда вот у Аншипа как раз было 8 судов, у Росморпорта, оперировал Росморпорт одним судном, но это было турецкое судно, которое ходило из Новороссийска в Сочи, вот, Бифиай с учетом Ульфата 3 судна, ну и посмотрите дальше, в принципе, судов было много, видите, вот, в целом порядка 35 судов средним возрастом 28 лет, то есть, можно сказать, что паромные линии в 2013 году они процветали, ну, по крайней мере, очень активно росли, очень активно росли. Вот параметры судов, которые тогда эксплуатировались, они многие и до сих пор работают, или по крайней мере есть, или по крайней мере есть. Еще раз говорю, с точки зрения ржедорожных вагонов мы перешли от полу, от полсостава к полному составу, к 50-ти вагонным, вот, и, как бы, это тоже очень важно. Вот здесь тоже интересный момент, это, это паромы компании BFI, паромы компании BFI. Вообще, это удивительная совершенно история, я потом отдельно расскажу, как они получались, но вот я смотрю, у нас с Хаким Ага на связи все-таки, Хаким Ага, вы у нас на связи? Да, добрый день. Здравствуйте, Хаким Ага. Здравствуйте. Я просто хотел напомнить вам, как вы мне как раз вот рассказывали, то, что сейчас как раз Сергей напомнил о создании и паромного кольца, и вообще большого паромного кольца, включая Персидский залив, я просто помню, сколько интересного, так сказать, тогда мы обсуждали, вот, тоже вот расскажите, как вот это все у нас было тогда. Спасибо за время, которое мне выделили. Я немножко расскажу, то, что сделано было в порту Кавказ, она дала возможность развить паромные переправы всех государств, прибреженных, скажем, Черного моря. Все государства, которые имеют Черное море причала, они все имеют на сегодняшний день причала. Тем более, Грузия, как раз, она имеет два паромных причала, это Батуми и другой Пути сделаны. Ну, честно говоря, наш друг Джамалака сейчас рассказал строительство паромных переправов и Батуми и Пути, я немножко добавлю, что паромные переправы Пути были по инициативе узбекской страны. Там была в свое время такая международная организация ГУАМ, так и назывался, Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан и Молдова. Такой был коридор, и этот коридор еще Тросекин назывался, финансировался со стороны Тросеки по просьбе Узбекистана. Узбекистан хотел выйти на Европу через Грузию, через паромные переправы на Варну и через паромные переправы обычно Румынию. А паромные переправы, которые были построены на Батуми, построил турецкая компания «Ченерал Арда». Потом он паром на причал, паромные переправы продал и ушел, по-моему. Что получился? В результате все государства, сейчас черноморские государства имеют паромные переправы и могут они друг друг выходить. Мало того, я вам скажу, еще с участием, нашим участием было построено между Турцией азиатской части и европейской части, с моей участии там было построено еще паромное переправа на три порта. Деринчи, Тикердак, Тикердак, Бандерма. На сегодняшний день она тоже стоит, она не работает. Это паромное переправа, паромный мост, который может соединить пять паромных мостов Черного моря с тремя паромными мостами мраморного моря. Они друг другу совпадают. Мало того, построенные, проектированные в вашей компании суда СМАТ и ФИРУС, они имели возможность загружать и евроколею, и советские колею. У них была железнодорожная 15-20 и 14-75. По-моему, в каждом линии три железнодорожных пути. Она была специально сделана, чтобы эти паромы могли заходить на Мрамонное море, причаливаться на Деринтии и Текердаль. Мало того, я вам скажу, что я где-то в 2015 по-моему, в 2014 году участвовал еще на тендере обслуживания Деринтии и Текердаль. Ну, этот паромный переправ мы почти что выиграли своими двумя судами, но нам не дали они. Необходимо было открыть Турцию компанию и турецкие компании туда заходить. Эта работа остался и сейчас на сегодняшний день на Мраморном море есть паромы, которые могут причалиться типа судов Смат-Фирус, Бульфат и Анников, Петровск и вот это два большие Александра Васильевича суда тоже. Вот что недоработано было в Кавказе. В Кавказе, когда все работали, все работали, они разнобой. Вот вы правильно сказали, необходима была конкуренция. А есть бизнес, где можно конкурировать, а есть бизнес, когда скооперироваться. А паромный бизнес такой должен был с кооперацией, что никакой друг другу не должны конкуренция делать. А так получился, что паромный переправ, вот история показалась, необходимость кооперации, необходимость совместной работы, диспетчерская, называется, диспетчерская, единая диспетчерская на Черном море, который он, вот это пять портов есть, он мог единый центр, диспетчерский центр, знал, у кого сколько объема перевозки, у кого столько стоит вагонов, подходе вагона сколько, и таким образом паромы должны были работать, а не стоять. А так получился у нас, мы, вот именно вы сказали, что конкуренция, мы друг друга начали прижимать. И в результате вот эта вот скорость паромной переправы, скорость перевозок, она стояла очень долго, вагоны стояли долго. И это первое. И второе, самая основная проблема, вы знаете, порт Кавказ находится прямо на проливе, постоянные штормовые погоды там, если там 365 дней, ну, где-то 120 дней она не работе, порт Кавказ не работал, потому что паромы, которые возили железнодорожные, у них осадки нету, на больших вот непогодные условия они должны были стоять, они не могли как драфта нету, и поэтому они не могли в плохую погоду ходить. Судно Ульфат нет, судно Ульфат нет, судно СМАТ и ФИРУС, они попали как раз в порту, один попал в порту, сел на МЕЛ, это было судно СМАТ, а порту Самсунг на МЕЛ сел ФИРУС. Из-за того, что у него не было драфта, они открыты в море, негде закрыться, негде стоять, вот такая была проблема. Основной проблемой, почему сейчас паромные переправы не работают, вот я вам честно скажу, столько времени прошло, как ее называется даже, недобросовестная конкуренция, необходима была вот эта все паромные перевозчики, должны были они объединиться, это паромные переправы, не такие вот, где конкуренция делается, как ставка делается и сбивает какие-то ставки, а паромные переправы должны быть работать единым оператором. Пришел паром, видит, что груз на Кавказ, пошел с Кавказа на, скажем, Крым, пришел паром, есть груз на Варну, потом, а потом по концу месяца сидят все морские перевозчики, делают общий взаиморасчет друг к другу, и кто кому должен, должен был единым тарифом, а не так, тариф в Варну столько, если это судно поедет, столько, а должна быть единым тарифом, вот тогда мы могли бы привлечь, а то получается как, клиент видит, что в этом направлении работает одна компания, другая компания в другом направлении работает, в оконцовке они мешали другим. Геннад Вячеславович, извините, спасибо большое, напоминаю, что, конечно, любое... Министр транспорта Игорь Егенович Левитин, он очень большое внимание, очень больше внимания давал на это круговую, как она называется, Черноморская круговая перевозка. Он давал вот эту работу, он на этом очень много работал. После его ухода этим работой никто не занимался, никто там не контролировал даже, не было надзора, вот она по-своему этому ушла. Ладно, все, ясно. Хаким Ага, большое спасибо, глобальный вопрос, наверное, не только связан с субъективными факторами, изменения руководства, в действительности еще больше влияния оказывают экономические и политические причины. Я вам скажу, что порту Кавказ было сделано очень большой хаб, именно железнодорожный хаб, были дополнительно построены 11 путей, которые единовременно могли собираться 1500 вагонов в одном направлении. Не доезжая до порта Кавказ, между юбилеем и Кавказом было создано там выставочные пути, 11 выставочных путей, где-то, по-моему, 11 железнодорожных составов туда размещались. Очень много было работы сделано в девятом километре северо-кавказской железнодороги, чтобы вот эти потоки, которые идут в порт Кавказ, регулировались заранее и регулировался заранее постановкой каждого судна. И вот эта вот диспетчерская, железнодорожная диспетчерская, она работала, когда судно встал, подавался вагон из со станции не порт Кавказ, а до порта Кавказ был еще выставочный пути до станции порта Кавказ. Это юбилейный был. Спасибо, я все закончил. Спасибо, Хакимага. И все-таки, первое, в действительности, помимо субъективных факторов, субъективных составляющих базовым, всегда являются большие глобальные тренды, и как раз с точки зрения влияния на паромные перевозки, в частности, паромные перевозки порта Кавказ, основное влияние оказали, безусловно, глобальные тренды, то есть, экономические и политические. Соответственно, безусловно, есть моменты, связанные с отношениями и другими моментами, но в целом, понимаете, если бы были бы сложности только с перевозками по одному порту, по одному терминалу Кавказа, в действительности, объемы паромных грузов упали в целом. Это касается и других терминалов Черного моря. Соответственно, безусловно, в этом есть абсолютно объективные вещи, которые, с одной стороны, они разнонаправлены, где-то они увеличивали, где-то они уменьшали, как я уже говорил, например, перевозки на Центральную Азию просто переориентировались на какой-то момент. Более того, там возникали и другие моменты, которые, например, увеличивали объем грузовиков, которые шли на Поти и Батуми, но уменьшали количество грузовиков, которые шли на российские терминалы в целом. По поводу осадок, напоминаю, глубина проблемы порта Кавказ это порт все-таки с малой глубиной. И вот даже уже при условии того, что там копали, в итоге осадка не могла превышать 5 метров. И это было, так сказать, очень важно с точки зрения того, что мы же не можем проектировать судна, которые имеют большую осадку, чем это можно реализовать в данных путевых условиях. Поэтому главное это то, что все это в итоге соединялось. То есть все равно удавалось создавать суда, которые могли работать в таких условиях с малыми глубинами и на заданных дистанциях. Соответственно, так сказать, вот, скажем, уже новые паромы, они существенно иные, да, существенно иные, просто мы с вами в итоге не смогли пока их запускать, потому что пока нет бизнеса. А вот, например, и подтвердят наши коллеги с Каспийского пароходства, которые присоединились, вот уже новые паромы, которые, они же строят, они достаточно близки по своему философии к обсуждаемым новым паром для порта Кавказ, и поверьте, что там у них с мореходными качествами будет все хорошо, потому что там будет и достаточная мощность, и достаточная управляемость, и достаточная прочность. просто это деньги, это другие деньги. Новый паром с такими параметрами стоит побольше, чем, конечно, СМАТ, ФИРУС, ну, каким, вы же понимаете, что это, так сказать, когда ты должен заплатить, будешь там в три раза больше, да, а то и в четыре, то это немножко другие, так сказать, моменты. И все-таки вот я хотел бы обратить внимание на то, что порт Кавказ в действительности однозначно создавался и в нем закладывались грандиозные, так сказать, возможности для развития хабов, в том числе и с дорожного, в том числе и в перспективе для грузовиков. Кстати, вот то, что вы говорили, как и Мага, по поводу, так сказать, с дорожной составляющей, вот фотография, которая это подтверждает, то, что было сделано. Итак, дальше, естественно, у нас возникал вопрос простой. Мы шли на поти и вот как раз Джамали Батони рассказал нам, как запускалась поти. Ну, кстати, как и Мага, помните, сколько сил вы потратили, когда запустили, вот видите, внизу фотография, где вы с нашим другом Игорем Чистяковым как раз на том смате, который, насколько я понимаю, в поте, правильно? Это было, в поте было. Вот вид, значит, вид терминала в поте, вот как раз паром, значит, у Корфери в поте, и вот те объемы, которые были тогда зафиксированы по количеству рейсов и груза, перевезенных на маршруте Кавказ, поте Кавказ. Дальше тоже вот интересно, это по сути обсуждение транс-каспийского международного транспортного маршрута ТМ-ТМ. Вот посмотрите на ту статистику, которая имеется. Вот обратите внимание, какие вот циклы были, то есть, как бы, как количество грузовиков росло, ну, это имеется в виду не количество единиц грузовиков, это количество тонн. Вот, и как менялись данные по вагонам. По вагонам. То есть, понятно, что это влияние рыночных условий, политических условий, здесь четко видно было, и, собственно говоря, грузопоток точно так же виден. Был интересный момент такой, когда Росморпорт оперировал, Росморпорт оперировал турецким паромом, который работал из Новороссийска в Сочи, для того, чтобы разгрузить автомобильную дорогу в Новороссийске Сочи. Вот тоже интересный момент такой, почти 100 грузовиков возил этот паром. Наконец, подходим к другому интересному моменту, о котором я говорил, о ророгрузах, порт Самсон. вот Хакимага в порту Самсон, я, кстати, больше всего как раз знаю о его роли именно в создании железнодорожного терминала в порту Самсон. Почему? Потому что он проектировал мост. Помните Хакимага? Так сказать, гидравлический мост, он отличался от того, что было сделано. Да, да. Значит, интересная история была, да? Да, интересная была история. Мы мост запроектировали там местным турецким нашим инженераме. Если видите, она очень короткая, она как пианино, работает пальчиками, вот типа, она, как вам сказать, она блок, блоками собрано, и каждый блок регулируется вот это вот насосами, не насосом, а как он называется, я извиняюсь, вот это вот домкратами. Или же домкрат, или силиндрами. Да, мост, длина этого моста семь с половиной метра, он гибкий, он гибкий, по делине, и гибкий по бокам. Стоимость этого парома нам обошелся 150 тысяч долларов. моста, 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 моста? Да, этого моста. 150 тысяч долларов с учетом строительства проектирования. К нему, к нему, это мост еще, как вам сказать, судно СМАТ, Ульфат и ФИРУС, они были и евроколея, и советская колея, а это мост как раз сделано и евроколеи, для евроколеи, и для 1520, для советской колеи. Сам мост был сделан, и сейчас может и европейские вагоны тоже через этот мост работать, и выйти на Самсунг. В Самсунге было построено дублирующее железнодорожное полотно общей сложности 1500 метров общей сложности, а там еще было построено смена колесного парка. Есть Данкраты, они в течение 15 минут меняли 1520 на 1475 и обратное направление. Мост как раз на два линии и паром Самсунг и Розульфат были построены на два железнодорожные линии и 1520 и 1475. она на сегодняшний день она в рабочем состоянии, но увы, сейчас те суда с Мат и Фирус в эксплуатации были компаниями Буфи, а Ульфат мы уже передали на Грецию. Он работает в Греции между Грецкими островами. Паром переправа Самсунг Кавказ была открыта 2008 года. 2009 год мы там отработали около если не забывая 500 тысяч тонн общего груза в год один год. Переход составляла 48 часов от порта Самсунг до порта Кавказ. Но очень много мы стояли. Паром работает полтора сутки. Мы стояли недели, мы стояли 10 дней, потому что очередность, вот эта работа между портами Кавказ Крым, тогда была очень такая плотная работа. И паромы, которые работали на пути Самсунг или же Варну, они стояли в очередности. Они стояли, мы ждали как минимум от 3 до 5 дней. Это минимально. И она, когда паром стоит, когда грузы стоят в пароме, она становится уже невыгодной, чтобы работала. Мы давали такие тарифы, у нас были такие тарифы, они в железнодорожном перевозке были намного дешевле, чем автомобильный транспорт. И мы могли вот всех турецких перевозчиков переманить на порт Самсунг и с портом Самсунг работу организовать на порт Кавказ. Ну, видите, вот без поддержки, без вот этой регулированной, она идет, как вам сказать, вот эта не всегда конкуренция помогает бизнесу. Эта конкуренция не должна была бы на паромной переправе, а паромной переправе должна была бы вот эта корпорация, необходимость. Мы предлагали кооперироваться теми компаниями, которые там в порту Кавказа работают. Порт Самсунг уникальный, очень уникальный. В порту Самсунг есть паромная переправа, которая работает, может работать в направлении Румынии, Ромтранс, такая компания была в свое время Ромтранс. Первый паром пошел в 78 году из порта Констанца на порт Самсунг. Он работал где-то около 4 рейса сделок и таким образом он стал. А рядом мы построили железнодорожную паромную переправу, которая работала на направлении порта Кавказ. В свое время мы работали, там еще паромная переправа еще какая проблема? Когда паром работает в обоих направлениях груженое, она становится более-менее конкурентоспособна автомобильным транспортом. Когда идет паром железнодорожный вагон в одном направлении груженое, обратно идет порожное, в этом случае она становится очень дорогим. Вот когда мы работали с Самсунг, не Самсунг, я извиняюсь, из Порта-Кавказ направление Порта-Поти, у нас была полная загрузка, из Порта-Поти у нас идет вагон порожный, это порожный вагон подавали Порт-Самсунг, из Порта-Самсунг у нас былые грузы направления Казахстана, Россия и Средней Азии. и вот практика показала, что необходимо загружать обратно загрузки. Это целая система работы экспедиторов, потому что они должны пока паром выходит загружен, пока грузится в России вагон, мы уже должны обратно найти грузы в Турции или же Грузии или же в Армении обратно направлении. В этом случае паромные перевозки намного дешевле становятся, чем автомобильные или же другие перевозки. Хаким Ага, большое спасибо. Я, кстати, хочу обратить на судно Ульфат. Судно Ульфат тоже был переделан. Это судно Ульфат работало автомобильное РОРО, работало на заливе между Испанией и Алжиром. Мы там его купили, перевезли на Турцию и в Турции она была переделана. Переделана, очень много работы сделано. Это большое спасибо проектам институту, как раз вам. Практике вот вся вот эта капитана оборота, как я забыл. Настройка. Настройка. Она находилась в середину. Вот эти настройки мы взяли затянули назад, поставили назад и таким образом мы полностью еще подняли вверх, потому что вагоны проходят под настройки. Вагоны ходят под настройки. Мы сняли с этого судна 1500 тонн металлома и добавили новый металл около 1000 тонн. 1000 тонн металла. Полтора тысяч сняли, добавили 1000 тонн. Вот так нового металла. Хакимага, спасибо. Я чуть позже расскажу, что у нас еще много было всяких историй. В действительности наши клиенты все позволить себе строить новые паромы не могли, поэтому это все конверсионные паромы. Слишком все вызывает сложности. Я хотел немножко дальше сдвинуться. Обратите внимание на то, что вы работали в действительности на линии Кавказ в Самсун-Поте. То есть у вас была некая комбинация. А сдвинуться вот в чем. В том, что в действительности сейчас появляются новые терминалы конкуренты территории Турции. Вот пример это новый порт Караси, Черное море Караси. К чему я говорю? К тому, что сейчас многие из паромных операторов вместо того, чтобы идти на Хайдар-Паша или на Деринджи, они идут уже на Караси. Потому что не надо, если ты идешь на Хайдар-Паша или на Деринджи, ты попадаешь в трафик движения, связанных с Большим Стамбулом. А вот Караси позволяет обойти эту проблему. И, соответственно, очень многие операторы, такие как Кэфери, например, ушли сейчас на работу на этот порт. Дальше. Вот отдельная история. Олег, еще раз говорю, что для меня очень важно было вспомнить выступления, которые я слышал от Александра Булыгина. В частности, это бизнес связанный с РОРО, и вот то, что они оперируют, скажем, Нептун Лайнс, который идет на Новороссийск. А в целом интересно было в том, что в действительности помимо того, что мы сейчас обсуждаем, еще раз говорю, мы сейчас обсуждаем автомобильные, в виде железнодорожные автомобильные пассажирские паромы. Вот сейчас мы обсуждали. Но основная часть линии сейчас на Черном море вовсе не вот эти паромы, а просто РОРО. Просто РОРО. Грузовые суда РОРО. И как раз в докладе Булыгина я посмотрел интересные цифры, я их решил привести, о том, какие сервисы действуют по РОРО. Ну, еще раз говорю, речь идет о чем? О том, что это либо, как правило, перевозка новых легковых автомобилей, либо это перевозка овощей и фруктов. Вот две главные темы. Две главные темы. Насчет новых автомобилей. Я понимаю, что оно может звучать, так сказать, ну, как-то удивительно, но вы должны понимать, что Турция и Румыния, Турция и Румыния производят очень большое количество автомобилей. Турция 140 тысяч новых легковых автомобилей в год, а Румыния 325 тысяч новых легковых автомобилей, значительная часть из которых продается. И, соответственно, вот эти вот РОРО-линии, они как раз часто используются в первую очередь для перевозки в том числе и легковых автомобилей. И, кстати, вот пример интереса со стороны российских клиентов, когда на базе вот того самого «Мустая Карима», мы недавно прорабатывали как раз вот такой РОРО-судно, примерно 3000 погонных метров, линейных метров, под грузовики и легковые автомобили, которые могут совершать... Ну, что видите, чисто морские РОРО для России будут неактуальны. Легче купить на открытом рынке таких судов в продаже десятки. А вот река Мури, которые бы вписывались в наши габариты, включая малую осадку Кавказа, например, малую осадку Кавказа, их нет. И вот такое вот РОРО-судно, оно было сделано на базе ПВ-300, достаточно скоростное и с очень неплохими параметрами. Я же говорю, по 3000 линейных метров. Вот так он выглядит. И так вот такие объемы паромных перевозок грузовых автомобилей. Посмотрите, как все это происходило, вот скажем, если мы берем по численности, и какие линии работали. Какие линии работали и работают. Опять же, это из доклада Александра Булагина я взял. Вот видите, линии работали на Новороссийск, на Скадовск, на Сочи, на Кавказ, на Геленджик, на Туапсе, на Черноморск, на Севастополь, на Евпаторию, на Ильичевск, ну, это Зунглдак Ильичевск, и на Поти. Объемы, конечно, так сказать, скачут, и всегда такое было. Вот просто посмотрите, как в разы менялись, да, было и 90 тысяч в год грузовиков, в 2017 году это составляло уже 16 тысяч грузовиков, соответственно, так сказать, еще раз говорю, влияние большой экономики и большой политики на РУРО-линии, на паромные перевозки грандиозно, почему? Потому что в любом паромном решении есть два конца, есть два игрока, как минимум, да, то и три, соответственно, так сказать, они должны между собой как-то общаться, тогда будет бизнес. какие сейчас главные работающие автомобильные железнодорожно-пассажирские паромы? Это те самые мукраны, три штуки, помните такие мукраны, мукраны, вот, которые строились когда-то до Балтийского моря, они сейчас переделаны под Черное море, и три штуки работают, три штуки работают, они сейчас вот после переделок перевозят порядка 50 заруженных вагонов и 50 грузовиков единовременно, это не или, это и, и плюс порядка 150 пассажиров. Значит, вот очень интересно цифры, которые показывают продольные перевозки, да, их, собственно говоря, два типа, это между Грузией и Украиной и между Грузией и Болгарией. По Болгарии я чуть позже покажу, а вот по, значит, по перевозкам на Черноморск. Вот обратите внимание, что здесь тоже наблюдаются очень большие скачки, очень большие скачки, то есть, например, по вагонам, скажем, от 10 тысяч до, скажем, трех тысяч, да, это в направлении в сторону Грузии, и, скажем так, по тирам более спокойно, почему? Потому что грузовики как раз более востребованы. Кстати, это подтверждает очень интересное заключение, которое мы тогда в предыдущем вебинаре сделали по Каспийскому морю, что все-таки на определенном этапе автомобильные перевозки или перевозки грузовиков будут превалировать над перевозками вагонов, потому что это как бы естественный процесс. У нас, кстати, коллеги с Каспийского пароходства, насколько я знаю, сейчас на связи. Вот Руслан должен быть... Руслан, вы меня слышите? Да, добрый день, Геннадий Петрович, слышу вас. Помните, мы с вами это обсуждали, что вагоны, безусловно, в силу некой консервативности экономики, они все равно остаются унифицированным грузовым местом, но тиры, то есть грузовики, их здорово подпирают, а в целом всех подпирают, конечно, конкурентом. Правильно? Да, да. Хотел просто узнать ваше мнение о роли Каспийского пароходства, интереса Каспийского пароходства по Черному морю. Ну, если честно, рассматривали этот вопрос. У нас даже на межправосовещании нам дали поручение. Наша комиссия ездила два парома, которые по порту Черноморск, по-моему, стоят. Мы инспектировали, но потом этот проект заморозился. То есть на данном этапе мы как бы не рассматриваем расширение своей деятельности на Черном море. До этого было, да, такое обсуждение было. Мы хотели взять эти два украинских парома, вложить в них деньги, модернизировать их и тоже оперировать ими. Я как раз нашел фотографию аналогичного болгарского парома. Вот вы же смотрели герои, шлипки герои Плевны, правильно? Да. А вот герой Севастополя в Варне это такой же паром. Все-таки, значит, я знаю, что у вас есть идея попытаться перегнать паромы Каспийские. Что вы по этому поводу думаете, как, есть такая мысль их использовать здесь? Или она пока только... Нет, на данном моменте у нас нет такой мысли. Мы как бы здесь пока на Каспии держим. У нас нет планов. Ничего. Спасибо, Руслан. Спасибо. Все-таки я вот хотел показать некие моменты, которые у нас сейчас возникают. Ну, во-первых, напомнить о том, что помимо всего того, что мы обсуждаем, то есть, помимо вагонов, грузовиков и РОРО-грузов в виде, опять же, тех же грузовиков и прицепов и палетов, которые, так сказать, на РОРО часто перевозятся, есть история связанная с линейными пассажирскими перевозками. Опять же, вот, если интересно, я вот специально смотрел для сведения, что линейные пассажирские перевозки на Черном море были запущены в 1859 году и пассажирские суда в регуляре ходили по линии Одесса, Севастополь, Феодосия, Керчь, Поти, до, а в 1878 году к Поти добавилось Батуми. Так, собственно говоря, еще с позапрошлого века появилась так называемая Крымско-Кавказская линия, то есть перевозка пассажиров, которая в какой-то мере, как мы обсуждаем, является элементом паромных перевозок, и уже много лет назад это работало. Вот насколько я знаю, у нас сейчас на связи есть товарищ Тунжай, мистер Тунжай, коллега, который как раз вот этот княж Владимир, что вы видите на фотографии, князь Владимир и Кузейстад. Кузейстад, князь и Кузейстад, тесанеси оларк, что Кузейстад, Тузла и в Ялово. Туздак и Ялово. Истамбул и Ялово. Истамбул и Туздак и город и Ялово. Фактически работают. История и тамир. Новый стратус и ремонт. Киньяц-Венедемир. Киньяц-Венедемир. Киньяц-Венедемир тоже очень важный паром был. Мы его ремонтировали. Когда Розморпорт взял этот паром, мы ремонтировали этот паром. Дилия Розморпорт. 28 дней, очень короткий период. Киньяц-Венедемир. 28 дней, очень короткий период. Время. Рестерационную тамунип Розморпорт. Рестерационную тамунип Розморпорт. 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 Роро. Роро. Рост. Розморпорт. Розморпорт. Время, все октябли. Резлампорт. Резлампорт. Розморпорт. И. У нас тоже мы, завод, у нас тоже часто приезжают клиенты, тоже они паромом занимаются, они тоже всегда рассказывают, что такие проблемы часто мы слушаем. Особенно Черный море работает турецкая компания. У этих компаний у них в Африке и Европе тоже есть линия. Они уже в этих линиях работают, если они уже на правиле нарушают, либо по экологии, либо по возрасту паром, они уже перевозят его на работу на Черный море. Потому что у них уже расходы, вот эти старые паромы у них не получается конкуренция и у них лишний расход уже много остается. У них уже прибыль, много, скорость и топлива расходы. И вот эти все, если собрать, они не могут ходить на этом конкуренции и находиться. А вот эта система тоже не разрешает, там старые паромы работали. Они свою цель поставят, свои расходы добавят, насколько они будут ходить. И для новых паромов это все расходы можно делать. Такие расходы очень мало, там расстояния мало, поэтому РОРО тоже там, вот эти судни тоже очень старые, поэтому вот этих все не придется делать. Например, сейчас РОЗМОНПОРТ, у нас паромы, у нас два РОРО, сейчас у нас строится и очень большие деньги на это проекты. РОЗМОНПОРТ, у нас есть много, да и очень большие деньги на это проекты. На этом линии тоже может за 10% прибыль тоже какой-то РОРО может там, там, да и граждаться. Продолжение следует... Karadeniz'in bu RORO ve Car Carrier taşımacılığı ile ilgili bir regülasyon değişikliğine ihtiyacı olduğu düşüncesindeyim. Çünkü yatırımcıların filosunu yenilemek isteyenlerin önünü kapatan bir sistem var orada. Yeni gemiyle esi geminin aynı hatta çalıştığında rekabet can acıtıcı oluyor çünkü. Çeviri ve Çeviri ve Çağlar bir sistem var. Çünkü bu yedilini aramlar var yedilin paromlar ve yedilin paromlar. или для грузовой. Поэтому вот эти все расчеты вести, все эти порядки вести. Здесь больше, только на мой взгляд, я что вижу там, здесь система вести и здесь больше специалистов находятся. Просто там должно быть эти линии работать, возрастом, ограничение на возрасте парома должно быть. Вы специалисты, вы лучшие и хорошие знаете, конечно. Спасибо большое. Чок ты шокер, чок ты шокер. Я так правильно понял, вы хотели сказать, что сколько можно загонять на Черное море старые кораблики. Мы с вами, кстати, совершенно согласны. Вот Владимир Ильич Трамбрандт улыбается. Да, и не случайно это. Вы поймите, есть вещи очень простые. Еще раз говорю, мы говорим все-таки о бизнесе, о том, что все это должно окупаться. Когда мы пока имеем вот ту грузовую базу, очень неравномерную и подверженную стольким факторам влияния, которое так прыгает, то поймите, что мы за создание. Я вот потом покажу, сколько было наработано для создания новых паромов. Но просто нужно четко понимать, что это часто требует риска с точки зрения окупаемости. То есть нужно рисковать. Владимир Ильич, может вы что-то добавите? Потому что я хорошо знаю, сколько вы сил положили на князь Владимир. Ну и насчет новых паромов вы, так сказать, не меньше, я думаю, сил потратили. Коллеги, добрый день. Как всегда, интересное обсуждение в кругу высокопрофессиональных участников. Я постараюсь коротко ответить на те два посыла, которые указал Ильич Вячеславович. Это про сколько сил было дано князю Владимиру и о необходимости и желании строить новые паромы. Могу только сказать, что правильно было сказано о том, что везде экономика расставляет свои акценты и условия для работы. Конечно, хотелось бы поставить сразу на линию, которая еще только на ноги, как говорится, встает. Это на которой работает князь Владимир. И проще и быстрее было в тот момент приобрести судно, восстановить его, о чем уже Таджай говорил, в короткие сроки. Должен сказать, что и специалисты моего управления, когда я был начальником управления, работали на верфи и очень много сил там и наше управление эксплуатации по подбору судна и по организации линии приложили. Поэтому это такой большой труд. Но я вам хочу сказать, для Росмурпорта, который является государственным предприятием, в первую очередь, помимо экономических показателей, он еще и обязан или должен выполнять те задачи, которые перед ним ставят. Это социальные задачи. Паром был поставлен, он работал. К сожалению, в этом году коронавирус и эти планы наши нарушил по перевозке пассажиров. Но в 2019 году он достаточно много людей, там 80 тысяч перевез. Люди проявляли интерес пассажиры. Но должен сказать, что линия была для нас коммерчески непривлекательная и, можно прямо сказать, убыточная. Но мы эти задачи решали и наши эксплуатационные подразделения хорошо поработали. Но в этом году, к сожалению, планы были нарушены. И, наверное, не мы одни, а все почувствовали это давление и экономический спад, и санитарные проблемы. Проблемы в случае, значит, обнаружения среди членов экипажей больных или есть среди пассажиров. Поэтому, наверное, настанут, и я просто уверен, что они настанут такие времена, иначе нечего обсуждать нам, когда все-таки найдутся и способы преодолевать это эффективно, таких болезней и как-то решать быстро, не знаю, или вакцинации, или какие-то другие методы лечения, там будут другие. Но не хочу эту тему затрагивать, я вернусь к теме паромов. Также было сказано о том, что хорошо будут новые паромы. Да, эти два парома, которые строятся и которые планируются, работа на СПГ, они строятся на Кузее Стар, который оказался, ну, так ставим, в лидерах и предложил те цены, которые были привлекательными в период проведения конкурса и участия в нем российского завода, который в партнерстве с Кузее Стар вышел на конкурс. И это... Вот еще Геннадий Вячеславович затронул вопрос, что он покажет, сколько было проработок и наработок там для паромов, которые на Черном море. Я не сомневаюсь, что их очень много. Но я думаю, что и эти паромы, которые строятся, они для Балтики строятся, потому что там другая задача стояла, и надо было ее тоже решать про Смурпорту. Это тоже новое решение, и я думаю, оно позволит тоже более эффективно... Это мы дойдем уже, наверное, на следующем вебинаре, будем обсуждать. А вот хотел бы еще затронуть несколько вопросов, которые обсуждались сегодня или проблем, которые общие. Я хочу сказать, что в свое время я неосторожно вступил в дискуссию, не буду называть фамилии, но с очень уважаемым руководителем одним, когда обсуждались вопросы выбора парома, которые должны на Балтике работать. Это было давно. И когда он сказал, да у нашей компании порядка 150 проектов, вот давайте мы вам дадим и будем по ним строить паромов. Ну, я тогда имел дерзость сказать, что в мире их еще больше, и, скорее всего, у вас не проекты, это просто концепты. Но мы должны все понимать, что готовый проект трудно найти, они все будут переделываться, доделываться, потому что правильно было обращено внимание, что каждый паром – это уникальная вещь, он под конкретные ложи должен встать, он должен иметь соответствующие переходные мосты, он решать конкретную задачу, он сильно будет зависеть от того, какая протяженность линии, на которой он будет работать, какие там грузопотоки, грузы. Поэтому всегда здесь приходится огромный перелопачивать объем работы, делать массу концептов, прорабатывать их, дорабатывать, сравнивать, и в конце концов потом рождается еще в привязке к тем средствам, которые есть у заказчика, и к тем задачам, которые перед ним рождаются, какой-то проект, на который потом уже делать со ставкой, который реализуется. Вот, в частности, так по Балтике случилось. По Черному морю, я сам вырос на Черном море, и всю жизнь я люблю этот регион, и мне всегда жалко, что много было утеряно. Здесь обсуждались вопросы единой диспетчеризации и построения неких таких схем коммерческих или управленческих, которые позволили более эффективно управлять. Я хочу сказать, это очень сложно. Вот конкурентная борьба, вот это, может быть, нездоровая конкуренция, но, с другой стороны, без нее не обойтись. Когда хуже, когда монополизм еще, может быть, с какими-то допущенными ошибками в планировании или в стратегическом, он может еще более создать плохие условия. Мне кажется, что необходимо преодолеть внешние факторы, о которых тоже сегодня говорили. Это экономические, санкционные, политические факторы. И потенциал, конечно, в Черном море, вот я смотрел на эту сетку, которую я показывал, он существует. И мне кажется, он моментально, бизнес имеет такое свойство, если как только появляется возможность и снимаются вот эти ограничения, он обязательно придет и обязательно будут. Начнут, как всегда, наверное, с конверсионных судов, с переделанных, модернизированных, а потом под них будут уже выстраиваться, когда появится надежная перспектива и нормальные, хорошие, новые, инновационные проекты, и многое будет снято. И когда дойдем до Балтики, я там тоже готов поделиться о том, что мы это предвидели, когда еще ставили и модернизировали Балтийск на линию. Мы предполагали, что нужен единый оператор, чтобы с вагонами, с терминалами, с морской частью судна как-то урегулировать вопросы и все. Но, к сожалению, в тот момент не удалось преодолеть. На начальном этапе поменялись некоторые руководители ушли, которые поддерживали такую кооперацию. нужно было создать единую структуру, которая бы управляла линией и не мешала друг другу. Она отставила общие интересы. Но такая структура не была создана. Я думаю, что многие морские части, железнодорожные, терминальные почувствовали неудобства работы, может быть, даже убытки. Поэтому правильно, каким говорил Матчанов, что необходимо создать такие условия, чтобы не мешали друг другу, а вместе решали задачу и вместе зарабатывали. И по справедливости распределяли эти. И ответственность, и доходную часть. И поэтому могу только сказать, что, по моей оценке, сейчас, конечно, ситуация непростая на Черном море. Может быть, как и в других регионах. И, к сожалению, внешние факторы давлеют и не дают возможности развить. И те линии, которые уже были созданы на определенном подъеме в 2004-2012 год, в этот период, и когда там и терминалы создавались и в Порту-Кавказ, и на других, и на линиях, и продольных, и поперечных направлениях. Я лично вижу, и Инар Вячеславович только приводил, вижу диаграммы по грузообороту и по результатам работы, что регион сейчас в таком депрессивном состоянии в этой части. Это мое мнение. И думаю, как только будет преодолено внешнее воздействие, он оживет. И перспектива большая. Потому что сейчас не надо руки опускать. Сейчас нужно думать о том, что будет в перспективе. И дай бог нам всем еще, как говорится, увидеть эти новые ростки. Но я оптимист по натуре. Думаю, что все равно работать нужно, и надо искать эти ниши, и нужно искать правильное решение. Ну все, на этой ноте я остановлюсь. Владимир Ильич, большое спасибо. Обратите внимание, я специально демонстрировал 3D-фотку нового автомобильно-пассажирского круизного парома по Черное море. В действительности, Владимир Ильич активно участвовал в обсуждении этих концептов, которые шли в 2012-2013 году. И они были сделаны. В частности, паром на 700 пассажиров, на 470 легковых автомобилей, или 50 грузовиков. Вот то кольцо, которое мы обсуждали, оно подразумевало, что оно будет не только железнодорожным кольцом, оно будет автомобильно-пассажирским кольцом, в том числе и круизным, чтобы люди могли в своих, так сказать, целях личных перемещаться своими личными автомобилями и попадать в базовые точки всего Черного моря по всей окружности. И вот такой паром, уверен, виноват. Но он как бы, его можно назвать и паромом, и, собственно говоря, это и пассажирское судно. В нормальном европейском стиле мы предполагали, причем, понимая, что будут, например, если эта база будет в порту Кавказ, нужно будет удерживать соответствующие глубины и размеры. И предполагалось, что будет на углублении. Вот здесь уже осадка 6,5 метров. Но удалось сделать очень мореходное судно, 24 узла скорость, вполне комфортабельная. И, в принципе, мы предполагали, что когда, так сказать, ну, если все будет так развиваться, то такие суда станут на линии. И вот Игорь Александрович Ганин все время спрашивает, что насчет Новороссийского. Вот именно это ответ. То есть предполагалось, что паром 71-го года, да, 71-го года, который там время наработал и помогал разгружать автодорогу из Новороссийска в Сочи. Собственно говоря, вот такие паромы должны были встать и уже перевозить в будущем и деловых пассажиров, в том числе и водителей грузовиков с грузовиками, и просто клиентов, туристов на своих легковых автомобилях. Потому что идеи такие были, более того, такие концепты были разработаны, обращая внимание, по заказу Росморичфлота. То есть это не были просто пионерские бесплатные разработки. За это и деньги платили, и эти концепты прошли все стадии соответствующие. То есть и класса, и санитаров. То есть такие концепты физически присутствуют. Главное это, конечно, все-таки экономика и прочие иные вещи, которые сейчас, как Владимир Ильич правильно сказал, реально мешают развитию паромных линий. Но решения были заложены, они были разные, но они, так сказать, реализуемы. Вот, собственно говоря, примеры тех решений, которые были использованы. Еще вопрос Игорь Александрович Ганин задает по поводу экономики. А экономику, естественно, как обычно у нас в наших проектах за экономику эксплуатации отвечает не морского флота. Поэтому Сергей Иванович Боянов у нас присутствует. Он расскажет, как мы, вот я могу даже показать из его расчетов соответствующее моделирование паромов и железнодорожных, и автомобильно-пассажирских, причем в самом разном варианте. В том числе и паромное кольцо рассматривалось. Сергей Иванович помнит эти расчеты, которые он делал, и в том числе и окупаемость. В принципе, окупаемость была. Главное, чтобы было что возить, понимаете. Ведь мы всегда исходим из того, что у нас будет с точки зрения окупаемости по загрузке. Если у нас нет загрузки, да, то у нас нет и окупаемости. Если есть загрузка, то есть окупаемость. Все очень просто. Посмотрите на, так сказать, достаточно ясный, простой результат вот этого экономического моделирования, которое получил Сергей Иванович, который как раз и показывает, что если есть загрузка, конечно, эти паромы будут окупаемы. А вот если ее нет, то это будет совершенно другой вопрос. Сергей Иванович, вы у нас есть на связи, нет? Если звук включат, то есть. Прошу. Меня слышно, нет? Да, да, вас слышно. Давайте это сказать. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, во-первых, спасибо за такой достаточно подробный, особенно экскурс в историю создания паромов. Я вообще в профессии уже 40 лет. И такие названия, как Герои Шибки, Герои Севастополя, Мукран, они какие-то навевают очень давние воспоминания о том, что немножко удивляешься, неужели они все еще плавают, эти суда. Более чем. Это базовые суда сейчас на Черном море. Это же было очень давно. Ну, ладно, не суть, не суть. Ну, я как бы несколько... Во-первых, что хотел сказать? Во-первых, хотелось бы сказать, что у нас сегодня, чем располагает Российская Федерация, какими судами, паромами на Черном море. Есть три группы, соответственно, о которых сегодня разговор шел. Это железнодорожные паромы, то есть три единицы. Это те, которые принадлежат Аншипу, Авангард, Аненков, Петровск. Вот, это грузопассажирские паромы, их пять, они Николай Аксененко Аншип, два парома оборонлогистика, ВАРТ и еще один паром. То есть пять паромов есть, пять грузопассажирских паромов. То есть это то, что зарегистрировано в морских портах Российской Федерации, в основном все они в Новороссийске зарегистрированы. И три судна типа РО, оборонлогистики принадлежат, это типа Спарта. Спарта, Спарта-2, Спарта-3. Они, конечно, все разные, разных годов постройки. Там вот с 1984, скажем, паромы железнодорожные до 2013, Аксененко. Вот, как работают эти паромы? Я, конечно, взял статистику за последние три года. В 2018 год грузы на паромах 8 миллионов, в 2019-м 2,100, и в 2020-й миллион 100, но это 9 месяцев. Накатные грузы в 2018-й 3 миллиона 400, в 2019-й 384, и в 2020-й 100 тысяч, о них упоминал Александр Иванович Пашевай. Это тоже 9 месяцев. Но, естественно, что сегодня об этом как-то не очень звучало, что объемы с 2014-го по 2019-й, даже почти можно сказать, это работа Керченской паромной переправы, это те годы, когда все паромы, о которых мы с вами говорили, были сконцентрированы в этом месте, арендованы и так далее. И так далее, некая организация, морская дирекция. Мы, кстати, тоже в разных ипостасях, и я лично принимал участие в ряде вопросов. Допустим, на научно-экспертном совете при морской коллегии, и потом на морской коллегии ежегодно заслушивался вопрос, как работает паромная переправа. Но все знаете, что вначале много недостатков, потом все это выстраивалось, и мы достаточно большую лепту внесли, чтобы организация работы была достаточно на высоком уровне, какой она стала несколько, два-три года спустя. Поэтому динамика этих объемов, она, конечно, говорит о том, что 8 миллионов 18-й год и миллион 2020-й. Понятно, что при послестроительстве Крымского моста надобность вот этой линии Керченской Крым-Кавказ, она отпала, почти отпала. Хотя я бы сказал, что она еще немного работала, там, по-моему, пару судов было, и буквально вот я читал в прессе, что только в конце сентября она, в общем-то, окончательно прекратила свою деятельность. Поэтому это все понятно, но ведь и сложности-то в том же, опять же, связаны с тем, что 12-14 паромов, которые работали на Керченской паромной переправе, они бросили все свои предыдущие места, они работали здесь. А когда работа здесь закончилась, то надо было вернуться в свои, на те свои предыдущие линии, направления, а не так просто обратно отыграть-то и грустно найти и запустить на полную программу. Поэтому, ну, тем более, что Крым здесь отпадает по известным причинам, остаются в большей степени российские порты Краснодарского края, как одна из точек отправления. Поэтому, конечно, я не буду повторяться, я только соглашусь с коллегами, и вот Владимир Ильич сейчас говорил, конечно, ситуация сложная, трудная, но руки опускать не нужно, несмотря на то, что на сегодняшний день практически минимально, все меньше, меньше, меньше объема перевозки. Вот, надо верить, надо быть, я тоже оптимист, надо верить в это, надеюсь, что и все изменится в лучшую сторону. И, может быть, наступят времена, когда мы, Геннадий Вячеславович, вспомним те проекты, которые, многочисленные проекты, которыми мы занимались в 2013-2014 годах. Я не буду расстанавливаться на экономике, она, в общем, очевидна. Вы сказали, мы все расчеты, все ставки, все, что нужно, расчеты выполняли. Это понятно, что загрузка, паром должен работать непрерывно. Пришел, разгрузился, ушел, пришел. Поэтому вот и коэффициент использования судна и, соответственно, коэффициент загрузки парома, ну, это, как бы, с моей точки зрения, постулаты, которые не требуют доказательств. Все люди здесь, профессионалы, все в бизнесе, для них это очевидно. Чем больше, тем эффективнее паром. Поэтому, ну, наверное, я бы на этом остановился. Еще раз говорю, большое спасибо за участие. С удовольствием послушал. Много уважаемых людей, которые поделились своими впечатлениями и так далее. Сергей Иванович, большое спасибо. Я бы еще хотел спросить мнение Сергея Владимировича Дадыки. Он у нас на связи, да? Сергея Владимирович, вы с нами? Да, добрый день, коллеги. Ну, два слова для начала. Я впервые участвую в вебинаре, хотя приглашался каждый раз, но все не получалось по каким-то производственным мотивам. Помимо каких-то ностальгических воспоминаний, узнаю что-то новое для себя. Что хотел сказать? Ну, вернее, не сказать, а дополнить. Очень понравилось выступление и комментарии господина Мочанова. И его предложение о том, что на Черноморском бассейне надо подумать над введением частного, вернее, не частного, а общего такого диспетчера, который бы позволил консолидировать услуги всех операторов и таким образом придать паромной деятельности некую устойчивость. Я думаю, это предложение заслужит внимания, хотя оно и не бесспорно. Есть и, так сказать, обратная сторона этой деятельности. В качестве положительного примера я мог бы привести ситуацию на паромной переправе услуга Балтийск. Там в разное время два-три оператора. Ну, в основном там всегда присутствует два оператора. И вот эта задача консолидации усилий, она была решена, но она решалась проще, потому что там с обоих концов есть единый портовый оператор, Росмурпорт. Более того, он еще и одно время являлся и судовладельцем, и оператором самого судна, в частности, Балтийска. Эта задача была решена тем, что, если коротко сказать, весь груз был обезличен. Неважно, какой паром подходил, формировалась грузовая партия, и по готовности эта партия перемещалась на тот паром, который в это время обслуживался в порту. Хотя до этого была масса проблем, связанных именно с предназначением грузов, части грузоперевозчика. Но эта проблема, повторюсь, решилась. На Черном море можно было бы попробовать применить аналогичную схему, и тогда вот это предложение господина Матчанова, я думаю, заиграло бы во всех цветах. Хотя, повторюсь, оно неоднозначно. И хотел бы добавить, что, возвращаясь к рассказу Геннадия Вячеславовича по поводу информации по 2013 году, по количеству операторов, количеству паромов в тот момент на Черном море, добавить или уточнить, что Росмурпорт постоянно оперировал двумя паромами, наверное, от УЛУСОИ-1 до УЛУСОИ, если память не изменяет, 8. Это не только там 1, УЛУСОИ-6 был. Там постоянно происходила тема, связанная с субститутом, но это вынужденная мера, она предусматривалась соответствующими договорами. Но, повторюсь, два парома. И, хотя эта линия была организована по поручению Министерства транспорта, и, как Владимир Ильич заметил, что не везде играла экономика, но и были отдельные поручения в адрес Росмурпорта, мы, тем не менее, все-таки опирались на экономические выкладки и уж во всяком случае занимались тем, что минимизировали свои расходы. Доходы было трудно там поднять, а вот расходную часть мы постоянно контролировали. И были под пристальным, так сказать, прицелом контролирующих органов со стороны. Это в целом позволило сводить концы с концами. Да, действительно, там был создан такой мощный поток грузов в виде длинномера фур. Это обуславливалось и сложностью передвижения на участке по сухопутному, я имею в виду, маршруту между Туапсе и Сочи, ну, наверное, между Новороссийскими и Сочи в целом. Ну, и этим, наверное, и можно было объяснить полную загрузку в оба конца паромов. Затем, конечно, в отношении князя Владимира. Хочу сказать, что активно участвовал в стадии становления этой линии. Даже какое-то время был первым генеральным директором компании. Но тоже чисто политический проект. И если уж касаться и переносить все это на паромную тематику, то один из выводов, который был сделан на этапе оценки и подбора судна, он заключался в том, что, ну, по моему мнению, по мнению еще ряда экспертов, что на эту бы линию, наверное, эффективнее было бы поставить именно пассажирский паром. Пассажирский паром, наверное, с возможностью перевозить и легковые автомобили. То есть, по сути дела, РОПАКС. К сожалению, на рынке тогда такого парома не было. Более того, было принято решение именно круизник. Ну, тут получилось так, что тот круизник, который сейчас там, ну, с тех пор и сейчас там находится, он по своему, так сказать, изначальному классу это был тоже паром, как вы знаете. Да, но потом уже был модернизирован, переделан круизное судно. Паромная функция на этом закончилась. Тем не менее, я согласен с выводами, которые были предложены и Кузей Ярц, о том, что все-таки в целом для сервисов, неважно, на каком бассейне надо привлекать, как можно более новые, современные суда. Очень много было энергии, средств потрачено на то, чтобы князя Владимира привести в мореходное состояние. Но, повторюсь, не буду раскрывать каких-то нюансов. Это была тогда вынужденная мера. Это было срочностью поставленной задачи, обусловлено. Ну, и плюс имеемыми на тот момент финансовыми возможностями предприятия. Но, в целом, та задача выполнена. Если посмотреть эти отзывы, многочисленные отзывы пассажиров, они, наверное, процентов на 95-98 положительные, а много из них и восторженных отзывов. И, опять-таки, возвращаясь к парламентематике, хочу сказать, что не по прошествии практически 4 лет нахождения этого круизного судна на линии, остаюсь при том мнении, что на Черном море между Крымом и между Южным побережьем Краснодара и Сочинским портом существует огромный потенциал деловых перевозок, помимо круизных. Ну, как минимум, вот, так сказать, в активный сезон, начиная, наверное, с апреля по октябрь месяц, наверное, там не хватает вот такого регулярного пассажирского сообщения с возможностью перевозить и грузовые автомобили. Там действительно есть в этом интерес. Мы собирали по этому поводу, одно время собирали предложения. Ну, в общем-то, эти предложения подтверждают вот эту мою убежденность. Поэтому считаю, что перспективы деловых перевозок, паромных перевозок на Черном море остаются. На этом хотел бы пока завершить свое выступление. Сергей Владимирович, большое спасибо. В действительности, ну, мы однозначно поддерживаем то, что вы говорите. Почему? Потому что необходимы действительно нормальные рапаксы. Насчет того, что переделывались из паромов круизные, да? Это история действительно вот того времени, а это же достаточно давно переделывалось. А к чему я говорю? К тому, что большое количество судов, которые, например, покупал Советский Союз за рубежом, и которые потом у нас становились круизными судами, это все были пассажирские паромы. Но когда они приходили в Советский Союз, то начинали достраиваться в грузовых, так сказать, там в гараже, где, так сказать, должны были стоять легковые автомобили, там начинали достраивать либо глухие каюты, либо иные, так сказать, помещения, которые необходимы для просто пассажиров. А почему? Потому что в тот момент действительно, как бы, по крайней мере, у наших условий путешествия вместе с автомобилем представлялась неким, так сказать, избыточным желанием, да? Но сейчас же это совершенно нормально, соответственно, я согласен, что необходимы аэропаксы, которые повезут просто грузовики с драйверами, да, и в том числе и с деловыми пассажирами, но и круизные аэропаксы, которые повезут и людей со своими легковыми автомобилями. Собственно говоря, под это создавалось Сочи, да? И то, что мы знаем, это Сочи в первую очередь представлялась как центр круизного, так сказать, судоходства, и в том числе круизных паромов. Правильно? Ну, я хочу дополнить, что когда мы работали на Ленина в России в Сочи, это было начиная с 2012 года до буквально первых дней начала Олимпиады, то, конечно, нам тогда аэропаксов не хватало, и где-то их на рынке было проблематично найти. Мы вынуждены были драйверов, экспедиторов, в общем, тех людей, которые сопровождали груз, возить все-таки берегом, то есть нанимать дополнительно автопредприятия, чтобы на автобусах перевозить водителей, и вот они туда-сюда курсировали между Российском и Сочи. Потому что, к сожалению, у Лусо это чисто были пассажиры, вернее, грузовые паромы. Спасибо. Вот я поэтому решил, так сказать, показать вид на круизную гавань в Сочи, чтобы народ ощутил, что как много было сделано. Это же все-таки сделать надо было, и это все было сделано. Ну, в общем, идея-то простая. В действительности мы все едины в том, что необходимо создавать новые концепты все равно. По крайней мере, они были созданы. Но то, что сегодня происходило, вот сейчас просто не хочу останавливаться на деталях. Вот посмотрите, все наши клиенты вынуждены были работать с существующими судами. Ну, например, вот, Александр Васильевичанин, вот смотрите, как будущий паром, так сказать, на 45 вагонов выглядел до, а потом, значит, даже вернее, это на 50 вагонов. Была соответствующая вставка, вырезали то, что необходимо было. Смотрите, вот он смотрелся вот так, а потом паром стал вот такой, да, на 50 вагонов. А к чему я говорю? К тому, что по этому пути шли все. Потому что была реальная экономика. И Тунжайбей, конечно, правильно говорит, что сколько можно работать с старыми судами, но были бы деньги, будут и новые суда. В данном случае, действительно, удивительные работы выполнялись. Вот то, что Хаким Ага рассказывал про Ульфат. Здесь тоже была очень существенная модернизация судна. Ну, а отдельная история, то, что Хаким Ага делал с Матом и Фирузом, это вообще уникальная тема. Представьте себе, что этот паром был сделан из буксира снабженца. То есть паром 154 метра был сделан из 50-метрового буксира снабженца. То есть вот из чего он был сделан. Смотрите, как он выглядит, да, и из чего он был сделан. А сделан был он вот как. То есть его разрезали на две части, разрезали на две части. Благо он был дизель-электроход, этот буксир снабжения. Соответственно, носовую часть с машинного отделения вставили в нос, а кормовую с гремными электродвигателями поставили в корму. Ну и все остальное сделали новое. Видите, красненькое – это новое. И вот так вот был сделан паром на 50-го года. Вот видите, вот здесь как раз стадии показаны, как новое и старое. Новое и старое. То есть, в принципе, достаточно грандиозные истории были. Мало того, что он был удлинен почти на 100 метров, так он еще и шире стал. Он уже еще был увеличен почти на 6 метров по… Да не на 6, на 8 метров по ширине. Вот уникальная такая тема была. В действительности крайне редкое, скажем, в строении подобная история. Но она была сделана, и суда потом отработали то, что им положено. То, что им положено. Но вот так вот в итоге было на выходе. То есть, общее расположение уже готового парома. Готового парома. А к чему это говорю? К тому, что в действительности мы все время сталкиваемся с ограничениями по экономике. Нам нравится, не нравится, но мы все равно вынуждены работать в реальной экономике. Конечно, лучше строить вот такие паромы, да? Новенькие паромы, которые, собственно говоря, предполагалось. И Росморрислот их предполагал строить, и они как бы разрабатывались, и проекты разрабатывались. Значит, вот перед вами, собственно говоря, тот паром, который должен был стать базой, как железнодорожный паром. И вот железнодорожное паромное кольцо должно было базироваться на таких паромах. Ну и плюс, естественно, вот то, что мы с вами обсуждали, это автомобильно-пассажирские, автомобильно-пассажирские круизные. То есть, тоже было две версии паромов, которые должны были в данном случае это автомобильно-пассажирские, видите, у них поменьше настройки, да? Где он просто, ну, по сути, деловых пассажиров будет везти. И была такая же версия для перевозки. Видите, уже побольше настройка, это уже в том числе и круизные пассажиры. То есть, безусловно, эти идеи у нас давно витают, и они много, так сказать, обсуждались и в итоге прорабатывались и проектировались. Главное это то, чтобы было основание именно экономики. И вот, собственно говоря, если будет на то возможность, да, экономическая, я думаю, что мы увидим и такие лайнеры, и аналогичные лайнеры. А все-таки главный вывод-то какой, по сути, из того, что мы обсуждали? Безусловно, сейчас паромные перевозки в Черном море находятся в существенно угнетенном состоянии. То есть, стагнация, это факт. И, собственно говоря, как бы можно много чего обсуждать, но это как бы тема, которая понятна. Вот, например, если интересно, я вчера посмотрел, так сказать, мгновенную карту с точки зрения перемещения судов, и увидел, что в движении, ну, скажем, посередине Черного моря находится только один Рапакс. Как раз один Мукран, который идет в сторону Грузии. Один. Понимаете, там не 33, то, что мы рассказывали друг другу. 33, да. Не-не, один. И это, конечно, отражает вот ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Но, опять же, не потому, что мы там оптимисты или нет, но все равно с точки зрения бизнеса и экономики, вот те же идеи, которые мы обсуждали, паромное кольцо, перевозки поперечные выгоднее, чем продольные. Они все равно выгоднее, они короче. А это вещи, которые все равно остаются, соответственно. Ведь что произошло? У нас произошло то, что линия Крым-Кавказ в силу активного применения убила линии Кавказ-Варна, Кавказ-Самсун и Кавказ-Поти, потому что все время была занята. Терминалы были заняты. Соответственно, когда терминалы заняты, паромы простаивают, грузы простаивают, они уходят. Правильно? Правильно. Но сейчас-то это вопроса нет. Соответственно, требуется возобновление тех усилий, которые, кстати, были когда-то приложены, которые тогда увенчались успехом. У меня вот есть, кстати, если интересно, позиция Болгарии. Заметьте, еще раз говорю, в паромных линиях принципиально важно смотреть на обе стороны, участвующие в процессе. Потому что все, что мы обсуждаем, это как бы часто взгляд с одной стороны. Но когда мы говорим о паромной линии, мы говорим о соединенной логистике. И когда мы посмотрим на то, как видела, например, в свое время Болгария, то оказывается, тема паромной линии, она крайне интересна была для коллег из Болгарии. Вот, соответственно, посмотрите те рассуждения, которые были на 2008 год в Министерстве транспорта Болгарии. Обсуждался вопрос о создании дополнительного коридора международного транспорта. Вот смотрите, видите, они его обозначали девятым коридором, здесь вот видно это. Это из доклада представителя Министерства транспорта Болгарии Георгия Попова. Вот здесь вот те, это как бы официальные коридоры, те, которые существуют. Но они предполагали запускать, в том числе, и перевозки по Дунаю. И те грузы, которые обсуждались, они должны были идти вот в таком направлении. Девятый коридор они его назвали. Почему? Потому что получалось, что перевозки через Кавказ на Софию были выгоднее, чем через Черноморск. На тот момент выигрыш на один вагон получался 400 евро. Вот посмотрите эти расчеты, заметьте, это расчеты Минтранса Болгарии. И я к чему это говорю? К тому, что все равно основания для развития паромных линий однозначно на Черном море есть, в том числе в отношении Кавказа. В том числе в отношении Кавказа. Соответственно, так сказать, это не надо забывать. Более того, вы обратите внимание, линия Кавказ-Варна до сих пор живая. Несмотря на все сложности, несмотря на жуткое давление и влияние, так сказать, линии Кавказ-Крым, которые точно так же мешали не только Кавказу-Поти и Кавказу-Самсону, но и Кавказу-Варне. Но в итоге мы все равно имеем возможность перезапуститься. По крайней мере, можем попытаться. Потому что технически терминалы есть, логистика понятна, и нужно, конечно, работать с клиентом, то есть с грузовладельцем. Ну, собственно говоря, мне вот еще хотелось узнать мнение Фуада Расулова, потому что с его большим паромным опытом Каспийским интересно, как он оценивает ситуацию. Фуад, вы с нами? Есть на связи Фуад Расулова? Ну, по крайней мере, был. Жалко, так сказать. Нет, вот включил микрофон. Нет, да? Жалко. Здесь, здесь, здесь он включил. А есть Фуад Муалин, можно узнать ваше мнение? Подключите, пожалуйста, Фуада. Он есть на связи. Я включаю звук. Честно говоря, очень хорошая встреча получается. Ну, вот как перечисляли, можно сказать, все выступления хорошие. Я, честно говоря, даже не ожидал такого, как бы, проблематичного. Какие сейчас проблемы стоят на самом паромном переправе. Не могу сказать, что только вам успеха в этой работе. Потому что работу проделали огромную. Плоть от переоборудования из буксира, как говорится, в паром превратить. О том, как вот господин Матчанов занимался всей этой налаживанием этой эксплуатации. Все это совместно. Поэтому я могу сказать, что все прекрасно. Ну, я, когда в свое время на Каспийском бассейне был зациклен на свою паромную переправу. И сюда не хватало и времени смотреть, заниматься. Знаешь, на Балтике четыре парома было. Также здесь были. Поэтому могу сказать, что только успехов, побольше груза вам всем. Спасибо большое. Большое спасибо за оценку положительную нашей деятельности. Нам тоже очень понравилось, как мы с вами отработали предыдущий вебинар. И будем рады увидеть вас и на Балтийском вебинаре. Есть еще одна большая просьбочка у нас. Мы, в принципе, вот уже несколько раз это цепляли, этот вопрос, но не углубляли. Просто о скоростных пассажирских линиях. Да, я просто знаю, что это отдельная история. А у нас, Игорь Венеминович, Ивашин есть ГТЛК? Игорь Венеминович, вы с нами или как? Так, он тут. Я его подключаю. Ну, я видел, да, Игорь Венеминович, я видел. Может быть, просто он прокомментирует как раз такой интересный момент, как скоростные линии. Добрый день. Слышно? Да, 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 все хорошо. Добрый день, дорогие коллеги. Да, спасибо за предоставленное слово. Ну, по скоростным линиям ГТЛК пыталась подойти, скажем так, к этому вопросу. К сожалению, закончилось пока это ничем. Именно из-за несогласованной позиции, наверное, двух сторон. То, о чем говорили мы до этого в процессе вебинара, я слышал. Поэтому какие-то комментарии сейчас от нас, ну, наверное, неправильно будет получить, да? Во-первых, мы еще не являемся владельцами паромов. Мы только их строим на Дальнем Востоке. По Черному морю для нас, наверное, вопрос пока такой подвешенный. Игорь Ньюсович, спасибо. Наверное, этим пока ограничусь. Хорошо, а ваши, так сказать, целом какие-то, может быть, вам интересно было участвовать в этом вебинаре? Извините, не слышно. Насколько интересно было слушать то, что мы говорим? Знаете, для нас это очень полезная встреча была. Она не первая уже, да, я являюсь постоянным слушателем. Для нас это хороший опыт и, скажем так, хорошая научная, скажем даже так, подпитка наших идей. Потому что идей-то у нас много, а вот стоит ли реализовывать или нет, наверное, мнение такого большого количества экспертов для нас очень полезно. Поэтому спасибо всем большое. Спасибо большое. Хаким Ага поднял руку, Хаким Ага можно подключить? Хакима Мачанова можно подключить? Включили. Спасибо, что включили. Да, я просто хотел дополнить то, что вы сказали. На Черном море очень много было сделано открытий новых железнодорожных паромных переправ. И очень много было построено судов. И то же самое. В 2008 году заработала паромная переправа услуга «Застниц». Услуга «Застниц», услуга «Балтийск». Таким образом была соединена вот эта российская территория Калининградской области с большой землей Российской Федерации. Вот эта вот именно вся работа началась из паромных переправок. Там сначала была, Александр Васильевич, идея соединить Крым с большой российской территорией. Паромная переправа Крым-Кавказ заработала. Я потом пришел в Министерство транспорта Российской Федерации Игорь Евгеньевичу. Давайте мы откроем Кавказ, соединим с Турецким портом. Игорь Евгеньевич сказал, знаешь, у меня есть проблема с армянскими перевозками. Давай мы паром соединим в Поти. У нас родился строительство паромной переправы на Поти, на Грузию. И параллельно Самсунг созрел вопрос Самсунга. Мы там строили железнодорожный мост, там не было железнодорожного моста. И в свое время Украина с Россией перевозки начали ограничиваться на паромной переправах. И мы вот этот Порт Кавказ соединили с Портом Варна. А там не только строительство судов, строительство железнодорожных мостов. Там основные вопросы были межправительственные. Межправительственные соглашения, правила перевозки. Были подписаны межправительственные соглашения между Болгарией, Турцией, между Грузией и Россией. И каждому паромной переправу отдельно были согласованы и подготовлены правила перевозки. Вот основная работа была в законодательных актах. И после этого наши паромы заработали. И это же Черное море дало возможность развитию паромной переправы и на Балтике. В Балтике работала, я как помню, услуга Мукран. Мукран-услуга. Нет, я извиняюсь. Мукран-застниц работала между Германией и Литвой. А основные грузы были российские и СНГовские. Мы эту паромную переправу тоже перераспределили на услугу. И на сегодняшний день работает услуга. Он соединяет через железнодорожную паромную переправу Калининградскую область. И он с этим портом услуга можно соединиться на железнодорожную линию Застниц. В Застнице, опять-таки, там была сделана смена колесным паром еще в советские времена. Там была территория ГДР. И мы просто вот эту вот паромную переправу соединили с портом услуга. На сегодняшний день она успешно работает. Там работают два оператора, как ранее сказали. Я не знаю, сейчас работает там Буфеи или нет. Должно было быть корабли работать. У меня где-то просто информация. Но эта работа была сделана вот именно моим руководствием, компанией Буфеи. И она вот могла сделать три паромные переправы открыть в Черном море и два паромные переправы на Балтике. Это она услуга Балтийцев, услуга Застниц. И что интересно, понимаете, вот Министерство транспорта Российская Федерация, она поддерживала, она давала, как вам сказать, кантблаш. Вот эту всю работу мы делали. Вот поэтому единое управление паромным переправам, она до сих пор требуемая. Потому что было какое-то государственное управление, управление перевозками. Управление перевозками, дальше она работала через АО «Иржеда». Вот эта компания Буфеи, она была при «Иржеде». Она планировала, она там, скажем, заказывала. Ну, были там конкуренции, была такая конкуренция, здоровая конкуренция. А на Балтике была здоровая конкуренция. Как ранее сказали, там был четкий график, четкая работа. А вот на Черном море такого графика не было. Все, Геннадий Вячеславович, большое спасибо. Очень полезное совещание, семинар совещаний. Мы очень много полезного узнали. И очень хорошо сейчас вот это вот Черное море переключить на Каспий. У Каспии тоже очень много работы. Потому что в Каспии находятся четыре государства. А работают три паромные переправа. Неплохо было бы... Нет, я извиняюсь, там пять государств програничат. Неплохо было бы, если все пять государств имели бы паромные переправы, как я экспедитор, как мне видеться в этом Каспии, неплохо было бы задействовало... Есть там порт Иране, Бандирамирабад. И порт... Российский порт Махачкала. Они почти что на паромные переправы не работают. Работает только паромные переправы Баку-Туркмин-Баши, Баку-Актау. А есть потребности. Вот я как экспедитор, как экспедитор среднеазиатский, скажем, узбекский, нам необходимо было бы хорошо, было бы работать и в иранские порты, скажем, в российские порты. Потому что есть у нас на сегодняшний день очень большая проблема в Туркмине. Туркминскими железнодорогами, туркминскими автомобильными дорогами. В связи с пандемией она полностью закрыта. И железнодорога закрыта, и автомобильная дорога закрыта. Мы могли бы свои перевозки в Иран, обходную, скажем, через Актау, обходную через паромные переправы Актау, могли бы хорошо отработать Иран. А сейчас, на данный момент, мы работаем Актау-Баку, и с Баку мы Астару. Ну, это идет автомобильные перевозки. Все, Геннадий Вячеславович, большое спасибо. Я задержал всех. Хаким Ага, большое спасибо. Хотел как раз четко некоторые фразы добавить. Первое. Действительно сделана по Черному морю просто грандиозная работа. И это касается как новых паромов. Вы посмотрите, 8 паромов только нашего проекта, плюс еще один болгарский, и еще один был построен другой компанией. То есть 10 паромов было сделано под порт Кавказ. 10, вы задумаетесь, насколько это все серьезно. Это первое. 10 паромов было сделано до 2014 года. Второе. Было 4 документа подписано правовых, которые запускали линии. Итак, первый документ – это соглашение об организации прямого дорожно-паромного сообщения между Крымом и Кавказом от 11 ноября 2004 года. Второе. Такое же соглашение между Кавказом и Варной от 12.01.2008 года. Такое же соглашение между Кавказом и Поти от 25 февраля 2005 года. И такое же соглашение между Кавказом и Самсуном, то есть и Турцией, от 9 августа 2005 года. То есть Минтранс в действительности очень много работал в этом направлении. И это видно четко по тем правовым устанавливающим документам, которые, по сути, запустили линии, ржедорожные линии, работающие с Кавказом. Тут Фуад Муалим слово просит. Коллеги, подключите, пожалуйста. Фуада Расулова, подключите, пожалуйста. Фуад, включите, пожалуйста, у себя звук. У себя звук включите. Как там, слышно? Слышно, слышно. Все, пожалуйста. Еще раз включите у себя звук. Да, вы почему-то выключаете его. Сейчас как? Слышно, все слышно. Ничего не трогайте, да. Ничего не трогайте. Значит, господин Хаким, вопрос следующий. Где-то практически в 96-м году по инициативе иранского агентства мы практически сделали тогда проект рампы в порту Наушаха. И в 96-97 год на этой линии работал советский Дагестан паром из Махачкала, возил грузовые автомобили на Наушаха и обратно. Потом, я уже не знаю, я не работал каким-то образом, эта линия постепенно заблохла. Но сегодня иранская сторона, она активно ищет какой-нибудь рурор с тем, чтобы работать на линии, было бы помянуто, из иранских портов на тот же Актау, на тот же Махачкалу. Так что все действительно есть. Фуад Муалим, большое спасибо. Еще, если можно, Сергей Викторович Прусиков, вы с нами. Я просто хотел вам напомнить про нашего друга, так сказать, замминистра морского флота, который, видимо, вам что-нибудь просил передать. Да, он просил передать, что никак не может Виталий Сефанис-Баращенко не может подключиться к конференции. Уже второй, он на Каспийской пароме не смог подключиться. И сейчас, вот я с ним буквально разговаривал полчаса назад, вот он бьется, я говорю, ну, призовите специалистов, подключат на следующую конференцию. Вот, очень он хотел пообщаться, у него много идей. Ну, а я как бы не имею сейчас опыта работы с паромами, но лет, лет 30 назад имел, я был диспетчером, а потом начальником ХЭКСа линейных контейнерных перевозок в Азовском пароходстве, и мы осуществляли перевозки на линии РУРО Бердянск-Миссурату. Был парк трилеров, закуплен министерством морского флота, грузили на порожние триллера, пока пароход был в рейсе, оборудование в Миссурату. Пароход приходил 10 часов погрузки и уходил сразу в рейс, возили вот такое оборудование. Было очень интересно, очень быстро и очень качественно. Народ 12, Академия Губер, Академия Харцимович, ну, и там какие-то там Ивановские, выведены. Вот, поэтому, конечно, перспектива на Черноморском и Средиземноморском бассейне большая, нам не хватает только, так сказать, грузопотоков сейчас и инвестиций. Поэтому желаю процветания паромным перевозкам на Черном море. Сергей Кузьмин, большое спасибо. Хаким Ага, еще раз руку поднял, да, можно его подсоединить? Хаким Амачанова. Я хотел уточнить, но в Шахре, это вот, это порт, Каспийский порт, иранский, там нету железнодорожного подхода, железнодорожных пути нету. А вот недавно порт Бандыра-Бианабад, она к этому порту подвезли железнодорогу. И мало того, железнодорожная паромная переправа, она была еще запланирована до подхода железнодороги там. Если это, я иранской стороной, я тот раз вам сказал, иранскими министерствами транспорта разговаривал, они говорят, мы готовы дать вот этот паромный причал, достраивайте и, пожалуйста, приводите свои корабли, мы готовы работать. Но корабли на Каспии у Каспара, у нашего Бакинских партнеров, и они очень хорошо знают, что как строят, как их пароходы можно ставить. это вот дополнительные объемы перевозки были бы, потому что сейчас Россия планирует завести, работает, российские министерства транспорта работают лазурным коридором. Это называется лазурный коридор север-юг. Есть такой порт Индийской океане и иранский порт Чаубахар. Этот порт сейчас принадлежит Индии сто процентов, никакой эмбарго нету, порт Бандарабас находится в зоне эмбарго. А вот порт Чаубахар, это ближе к пакистанскому порту, она сто процентов принадлежит Индии и на сегодняшний день порт Чаубахар работает. И мы сейчас министерством транспорта Российской Федерации прорабатываем вопрос вот этого коридора север-юг, чтобы его пустить именно через Чаубахар. Чаубахар я им тоже презентовал Чаубахар и порт Каспийский порт через порт Амирабад его можно соединить и на Баку и на порт Махачкалу и порт Актау и порт на Турминбаши. Только иранская сторона говорит о том, что привозите инвесторов, пускай работает, пускай открывает, мы готовы работать. Вот я просто хотел дополнить нашего партнера из Баку, который сказал, что да, работает Наушахар, но там работает автомобильный РУРО. Вопрос идет железнодорожным поронным переправам, можно там построить железнодорожное, можно организовать железнодорожным поронным переправам. Вы должны сами быть заинтересованы, потому что если эта паромная переправа заработает, скажем, Баку, Бандарамирабад, весь объем перевозки можно будет из Индийской океана перебросить на Черное море. Порт Поти и порт Батуми. Вот я просто вот это хотел дополнить. Спасибо за внимание. Хаким Ага, большое спасибо. Действительно, сегодня очень образовалась интересная дискуссия. Она еще раз подчеркивает о том, что в действительности паромные перевозки взаимосвязаны. Обратите внимание, даже разделение на бассейны у нас получается некоторым образом условно, потому что мы все время говорим о Черном море, но перескакиваем на Каспии. И это не случайно, потому что если мы рассматриваем один поезд, один путь, линию, путь, транспортный коридор, то понятно, что он идет и через Каспию, и через Черное море. Это говорит о чем? О том, что мы все равно находимся в рамках общей экономики, мировой экономики, и сильно зависим от настроения этой экономики, от колебаний, но не суть. Вот в принципе все, что я услышал, все, что удалось собрать, бизнес есть. Да, он сейчас съехал вниз, это факт, но перспектива у него все равно есть. Это вселяет надежду в том, что через некоторое время пойдут линии, которые связаны с тем же Кавказом. Соответственно, мы не зря собираемся, не зря обсуждаем это. Игорь Александрович, вы хотите что-то сказать, да? Да, пожалуйста. Да, добрый день, коллеги. Хочу сказать пару слов, не являясь в этом деле профессионалом, взгляд со стороны и первый взгляд со стороны обывателя. Конечно, я бы всегда выбрал, чем тратить двое суток, допустим, в отпуске из Самары той же, по этим убитым дорогам. Конечно же, из Новороссийска в Сочи выспаться за 6 часов или за 5 часов это всегда только плюс. Но, как будет здесь в этом плане действовать водитель или оператор большегрузного автомобиля? Он должен себе заблокировать это место. А если он приедет и места на этом, допустим, судне нету, ему нужно ждать. И это вопрос к тому, что мы сейчас говорим, сейчас перескочу, о паромной линии, да? Начинаем затрагивать линии, вот Сергей затронул на Миссурату. Но, видите, суда, РО, РО, РОПАСы, это все-таки суда типа РОРО и РОПАСа. Они становятся паромами, когда они, по моему мнению, становятся на паромную линию. И паромная линия должна быть, я не знаю, каждые, ну, пускай в сутки 2-3 раза отправление. Понятно, что где взять столько груза, чтобы привлечь только флота? Это курица и яйцо. А где здесь только флота, когда нету столько груза? Поэтому, как хочу сказать, как вывод, что данное возможно только иметь за спиной флаг какого-либо федерального органа с поддержкой этого. Тогда да, тогда, сделав спрос со стороны судовладельца, тогда будем иметь грузы. и будем иметь грузы на частой регулярной основе. Это мое мнение. Спасибо. Спасибо, Александр Ильич. Я на ваш вопрос отвечу. Просто я как раз посмотрел на материал Романа Моргенштерна. Он как раз это обсуждал тоже в своей публикации. Вот онлайн резервирование поддерживают 4 из 13 операторов. 4 из 13 операторов. Значит, расписание реально держит только 6 из 13 операторов. Соответственно, вопрос, конечно, хороший. Это означает, что у нас в действительности не так много тех линий, которые мы по-честному можем назвать поровными. Потому что надо держать расписание раз и надо давать возможность людям заранее покупать на эти рейсы билеты. Так что я совершенно с вами согласен, что здесь есть не то, что есть куда идти, а понятно, куда идти. Но есть еще один момент, о котором мы уже несколько раз говорили. Соединять, к сожалению, железнодорожные перевозки с автомобильно-пассажирскими получается очень плохо. Мы это уже несколько раз говорили. К сожалению, наверное, все-таки надо это делить. С точки зрения бизнеса и накопления грузов получаются абсолютно разные процессы. Накопление железнодорожных вагонов, накопление грузовиков и накопление пассажиров. Три случайных процесса, которые часто между собой плохо стыкуются. Соответственно, наверное, надо все-таки это делить. Не случайно, когда мы в свое время уже создавали вот эти паромные кольца, мы разделили, у нас железнодорожный паром был отдельно, автомобильно-пассажирский отдельно. Это именно следствие вот этой закономерности, что все засунуть на один паром получается плохо с точки зрения управления процессом и логистики. Коллеги, большое спасибо, извините, мы уже столько времени сегодня обсуждаем, вы, наверное, уже все, так сказать, просто сильно устали, так что спасибо за вашу стойкость, спасибо, и спасибо, что вы с нами. Спасибо большое, Геннадий Вячеславович, как всегда, великолепно, я думаю, что три часа пролетели как на одном духу, напоминаю, что у нас в ближайшее время, наверное, завтра, вся видеозапись нашего вебинара будет выложена на сайте Порт Ньюс, в рубрике Порт Ньюс ТВ, у нас на платформе Ютуб, а также у наших партнеров выставки Нева, у них на сайте на международной выставке Нева, которая пройдет в сентябре 2021 года в Петербурге. Спасибо всем огромное. Следующий вебинар у нас пройдет 3 ноября на кануне российского праздника. Надеюсь, что никто не уйдет засрочно в отпуск. И мы будем говорить о Балтике. Вот уже несколько раз сегодня об этом вспоминали. Я думаю, будет много участников и много интересного. Ну и пользуясь случаем, немножко хочу порекламировать следующую среду. Мы проводим конференцию более большую, длинную на весь день и тоже в онлайне уходим в первый раз про СПГ-флот, СПГ-банкировку и альтернативные виды топлива. У нас большая конференция. Геннадий Вячеславович тоже будет участвовать. Будет участвовать в компании Совкомфлот, Новотек, будет участвовать руководство ОСК. Поэтому, если кто-то еще не зарегистрировался, реклама у нас на сайте. Огромное всем спасибо сегодня за этот длинный интересный разговор и до новых встреч с участниками вебинаров 3 ноября. Спасибо. До свидания. Всем здоровья, здоровья, всем здоровья.